Больших перерывов у нас не бывает в групповой стадии, друзья. У нас стартует следующий матч. Мы перемещаемся к группе... Здравствуй. Перемещаемся к группе A, я правильно понимаю? Да, да, потому что здесь играет другая, поэтому я такой, этот... На позитивчике. А я на позитивчике, потому что играют Astro, друзья, в полном составе возвращения малыша Диди, зубастика нашего. Четко. Он смог, он молодец. У него очень тяжелая ситуация. Ну, вы знаете, да, друзья, IG и Astro, расскажу для тех вкратце, кто в курсе был. Что они заболели, и один из десяти заболел совсем хорошо, и это Диди. Скорее плохо, да. И вчера его не было. Вчера команда Astro играла с заменой своим там тренером-консультантом-непонятно кем. Потому что тренер у них и так играет. Да, тренер у них и так на позитиве. Так получилось. Об этом тоже расскажем попозже. Так вот, сыграли они 0-4, проиграли все карты. Где-то на старте у них получалось неплохо, но потом игра сыпалась. Сегодня Диди вернулся, и первый матч против OG. Команды, которая вчера отыграла три серии, две из которых выиграла, и одну сыграла в ничью. То есть фактически сейчас фаворит группы A играет против аутсайдера группы A. И Astro во что бы то ни стало, нужно набирать баллы, набирать очки, исправлять то, что у них получилось вчера. Получится или нет, друзья, вот узнаем уже в самое ближайшее время, в ближайшие два часа. Это будет непростое испытание для команды Astro. Но с присоединением в NoFDD у них есть все шансы показать хорошую тут. Я надеюсь, что они проиграют, потому что очевидно болеют за OG. А я очевидно за Astro. Да, поэтому как пойдет. Но очевидно, что никто не будет сейчас пока отдыхать. То есть даже 5-1 недостаточно, чтобы гарантировать все выходы в верхнюю сетку. Поэтому под конец, там вот четвертый день, ребята реально могут какие-то подчилить. То есть там условно идешь 7-0 счет, гарантированно в топ-4. Тебе, ну не критично играть, пацаны, я прямо на максималочку выкладываюсь и так далее. Сейчас критично. Поэтому все будут играть и показывать лучшую доту на свете. Нюансы при всем том результате, что показали OG, все-таки возникали. OG не так хорошо проводят стадию лейнинга. Это, на мой скромный взгляд, я не посмотрел, признаюсь, не все карты, не получилось. Но посмотрел большинство, и там на лейнинге прям возникали проблемы у OG, большие проблемы. На это могут Astro надавить. С другой вопросом надо понимать, друзья, что Astro, будучи сейчас полным составом, не могут, наверное, гарантировать и свою стопроцентную форму. Потому что все еще какая-то ослабленность будет присутствовать. Все еще какие-то практисы с DD они не смогли сыграть. Опять-таки, насколько я бы мог сейчас сказать, что и бабокий не хватает. Как у другой команды папарацци, а у другой команды мэйби. Но, тем не менее, есть, может быть, информация, почему он так сделал. Что именно? Переименовался? Переименовался, да. Они периодически меняют свои никнеймы. Ну, вот по фану, просто когда у тебя человек 5 лет играет, и его казус, это когда он по одной интересной причине не доехал до мажора. Так он до этого переименовал. Ну, ладно. Вот тогда он все равно везде шел, как бабока. Ну, видишь, DD, когда-то раньше был DD, сейчас он вайт-альбум, и это большой мой грех. Ранее сразу извиняюсь, что периодически я буду вайт-альбум называть DD. Друзья, постараюсь называть его вайт-альбум, как он сейчас сам себя называет. Назвал он себя так в честь, по-моему, какого-то аниме, но я особо не специалист в этой области. До этого был DD. Ну, и при этом там ребята из OG тоже никнеймы меняли. Мы помним Себа, старый никнейм, да. Поэтому это свойственно профессиональным игрокам. Замечу, что, допускай, как было с Сантой, и, возможно, как было с Себом, их попросили поменять, да? С Санту прямо пришли и сказали, чел, надо бы что-нибудь придумать. Как с Пашей было, на самом деле, типа, когда мы тоже, знаешь, намекнули, что, наверное, не надо так оставлять. Но при этом у Себа был Мэтт. Никнейм. С кем, не с кем, как у него там. Тоже был парень с Юго-осточной Азии. С Кэмберлу? Не-не, у него там вот. Ты понял про что? Да, я понял про что. Потому что разные ситуации. Дота у нас не лол, как говорится, поэтому здесь... Осталось 30 секунд. Просит игроков никакие не использовать. Но Астр, это не тот случай. Тут, скорее, инициатива от самих игроков пошла, поэтому так. Ну, в любом случае, состав сейчас полный. Это хорошо, друзья, как минимум. От Астр мы сможем понадеяться и ожидать той доты, которую они показывали буквально месяцем ранее, где они выигрывали две подряд китайские лиги против топовых китайских команд. Занимали первые места, обыгрывали в финале Квичи Гейминг. Это короли онлайна. Надо вспомнить то, что они выигрывали DPC сезоны. На мейджорах не получалось ничего. Но, что касается онлайна... В своей лиге, да, и у них последние игры, там, условно, против каких-нибудь ВИЧ, там, да, 3-1, 3-1 и так далее. То есть они реально хорошо показывали себя по итогам сезона. То есть открываешь какой-нибудь там элефант, ты смотришь, тут больше идет, тут четвертое место. Короче, все плохо, да, но ты говоришь, что фавориты. LGD там не каждый раз стреляют Астеры. На китайских лигах реально это короли. Короли. При этом надо сказать, что против них сейчас соперник, который скорее короли Лана, чем онлайна. И пока не то, чтобы это прям совсем Лан. И Астеры заобузили, и по идее на Лан они как раз таки не попадают. То есть у них вот прямо сейчас ситуация приближенная к буткемпу. Да? Максимально. Ну, они по своим номерам только сидят. По своим номерам, да. То есть комфортно. Из домов они частенько катают, естественно, отыгрывают там большую часть сезона. Теперь они по номерам сидят. Я думаю, тоже в какой-то степени может быть комфортно. Посмотрим. Это все такая, знаете, подноготная, да. Это то, как подошли обе команды к этому матчу. Мы об этом всем рассказали и будем еще рассказывать. Теперь нас интересует, конечно же, дота-часть. В первую очередь драфты. И в них мы видим опять Фапотини. Осталось 10 секунд. Понял. Нет, Висбибер. Я понимаю, что добавить нечего. В Фапотини, да. Я просто не понимаю, как вообще так оказывается, что ты предпочитаешь на месте противника, да, который не имеет ФП, не банить Тинни. То есть у нас герой вчера просто нереальные какие-то перформансы показывал. Сегодня, да, то, что в первой карте мы с тобой смотрели. Это Тинни вот под Мамусом, под Огромагом. Жесть. Тинни мы вчера видели много раз под Ликантропом. Осталось 5 секунд. Ладно, забанили. Под Ликантропом просто жесть и так далее. То есть герой, он самодостаточный с нулевой, герой гибкий, то есть не обязательно брать его на кэри, не обязательно брать его в мид. Он может выступать на позиции все еще 4, на позиции 3, если очень надо. Опять же, я рассказывал вчера историю ритейлера, скажу тебе, что захожу как-то к Ликантропом на стрим. Он берет медузку, к нему добирается Тинни на пятерочку, и он с нулевой подвышкой в противник улетает. То есть можно даже на 5 брать. Можно даже на 5. Ну, давай так, я контраргументы приведу, да, почему Тинни остается на ФП. Потому что если не Тинни, ну, Тайтхантера отдаем, Манки Кинга четверку отдаем. Опасно, все это очень сильно. Но Тайтхантера противники сами забанили. То есть тут вопрос был как раз Тинни, МК, Элдер. И МХО, Тинни пострашнее Элдера. Думаешь? Ну, потому что ты можешь не брать героев, сильно зависящий от белого армора. Может быть, герой, который собирает зеленый. Тот же Тинни, например. У него своего армора все равно не очень много. То есть им такая разница. Малыш Диди будет отыгрывать у нас на Шторм Спирите. В первой же своей катке этого за Интернешнл. Кстати, надо допомнить, что для Диди это первый Интернешнл. Для него это прям дебют самый-самый настоящий. Правда, начинает второй игровой Диди только. Начинает с 0-4, да. Начинает с 0-4. Ну, не всем все сразу получалось хорошо. Вчера у нас аппарат был. В итоге в одной из карт. В первый. Против Морфа они его взяли. Он попал ультимейтом 0 раз. И выиграл. Что будет, если он попадет? Страшное дело. Ну, по виспу надо будет попадать здесь. Обязательно. Ну, то есть даже не по виспу, скорее, а по герою, по которому идет фокус. И защиту как раз-таки вот против Морфа по-хорошему попасть, прям попасть надо было. Здесь реально достаточно задеть следом, чтобы вот повесился дебаф на получаемый реген. И вообще может не париться. Потому что здесь скорее вопрос не в уроне, который ты носишь, а именно в том, что ты мешаешь делать. Морфа Шейкер от OG сразу распикан во второй стадии против армата. Ну, они долго думали. Обычно они очень быстро драфтят. Сейчас у них... Я не ожидал, что вот такие герои останутся. Именно такой связочек и во второй стадии, что можно будет их добрать. Мастер от X-XS появляется. Причем, опять же, Тинни, да, у нас не Морф. Имеется в виду, что не Кэри в этой игре. Но, кстати, Морф может стать Тинни потом. Я не буду. Но вообще вода камень точит. Слушай, тут есть Шейкер. Давай так. Есть с кого превращаться в случае... Вчера была ВР-ка. Периодически они пробовали во время сезона с Dark Willow, с зомби. Да, нет, там есть комбинация, я имею в виду, что... Ну, просто здесь очевидный Шейкер. Морфа Шейкер был пикнут. Посмотрим, посмотрим. Так, бестмастер для контроля карты против врывающегося Шейкера. Это хороший персонаж, плюс давление на линии, да. То есть есть тавер-дэмэдж какой-то, есть аура хорошая, пойдет. Мне немножечко... Опасаюсь я таких вот выборов, знаешь, мидера с открывающей второй стадии. То есть Шторм Спирит появился на третий пик, это Астер. Не слишком ли рано его показали, открыли? Может быть, стоило припрятать на какие-то более старшие пики. Более поздние. Ну ладно, оставляют, видимо, Керри на ласт пик, да, потому что в бан уходит Луна. По мнению Олджи, именно Керри не хватает аста. То есть идея в чем? Идея в том, что вивер на четверку, да, здесь прогнозируется. Ну, это как обычно принято, в частное время. То есть ты видишь героя, который неплох сам по себе, при этом у тебя всегда есть выход в агоним. Который, кстати, от аппарата спасает, от ультимейта. То есть он дает тебе именно хп, возвращает. Ну и просто из-под контроля вытащит кого-то и так далее. Хороший герой с контролем, с минус армором. Просто самого вивера в такой ситуации очень легко убить. Если ты играешь против морфошайкера, любой татемп, это труп, любой. Это так, это так. Ну, тут ты же берешь вивера до того, как ты увидел. Это нюанс. У тебя, то есть висп, вивер и штурн спирит. Просто в ситуации, где ты получаешь вот морфошайкера, ты же Керри его не хочешь делать уже. То есть он точно так же там ловит фиссуру. Да, да, да. Поэтому зачем тебе уже париться? То есть взял бестмастер у тебя. Сейчас очень много опыта открыто, потому что визу дает тебе скорость атаки. Бестмастер дает тебе скорость атаки. То есть тебе просто нужно взять героя, который под вивера, под это все дело, под скорость атаки, под бафы и просто будет разваливать. И варианты, которые мне прям всегда нравятся в таких ситуациях, это Медуза. Типа стоишь, пусть там прыгают, чихотят пусть делают, я стою, ору, все каменеют. Знаешь, мне никогда не нравилась Медуза против кузнечиков, против прыгунов, против шейкера, морфа и тени. Можно сказать, что так, но опять же, у тебя здесь есть как бы висп. Ты тоже прыгун? Нет. Не настолько? В драке ты не прыгун. Окей, ну ты кого-то хочешь взять? Ну идея в том, что ты, что такое висп Медуза? Вот мы ждем атаку от соперника, нажимаем кнопки и деремся, просто стреляем. Что такое морфа шейкер? Они прыгнули, увидели стонгейс, прыгнули назад. Это очень тяжело играть так. Бестмастер, шторм, контроль. Ну типа. Чего даже есть? Это мало. Это очень мало. Шарт на висп. Ну просто, а кого? Давай, давай, давай. Хорошо, пойдем от обратного. Я готов рассмотреть даже Вивера Керри с позиции активной, агрессивной игры против морфа, шейкера. То есть без слотов морф, шейкера, тини там тот же самый. Это не сильные герои. Но давить, как-то давили LGD на команду Сикрет, можно. Давай попробуем сделать так, чтобы линии получились сильные. У Астер, допустим. И они смогли зауходить инициативу на старте. Медуза. Что же начинается такое? Не, ну давай так. Осталось 5 секунд. Не хочешь Сларка, не хочешь Урса. То есть Врискинг, Алхимик, Сларк. А, будет забанен. Я просто хотел абстрагироваться. Героев с контролем. Их много. И все, типа, они как-то сюда уже не особо подходят. Либо они в бане, либо не нужны. Ну, СВН какой-то. Цена нормально выглядит, да. Может, понравится. Ну, LG, я думаю, буду довольны выбором Медузы от Астер. Я не уверен, что для Ашла Астер пойдут на эту Медузу. Ну, давай посмотрим. То есть здесь я просто идущий думу, Тинни, то есть мид. Или реально Тинни сделать 4, не париться и добрать еще для топственного героя. В мид, типа, Ашекер 3, да? Да, да, да. И добрать какого-нибудь героя, такого плотного, типа, эрочки, то есть самый Sky. Это, кстати, Sky для него все еще может быть. Может быть, да. Может быть, но может быть и Сакс. Посмотрим. То есть Тинни и Sky там сейчас посмотрят. Они подвигают сами. И Урса. Я назвал очень много героев, чтобы попасть, но попал. Поэтому доволен, да? Поэтому с собой доволен, да. Но, опять же, я не считаю, что Урса тот герой, который тоже способен угнаться за Шейкером, Арфом. У него больше мобильность, чем у Медузы, это факт. В драке. Но Бетан одного. Бетан одного, да. Или нет контроля, это факт. Контроль с Башером точно. У тебя получается сейчас на четыре героя, извини меня, привязка Шторма и Орбис Мастера. Не Густо. Если бы мы были в Испании, я бы сказал, конечно, Мегусте. Мегусте, да. Да, но обязательно добавить норму. Это не оно. Может быть, Урса это не самое лучшее решение в данной ситуации, но Астр сделали ставку на этого героя. Давай так. Урса хорошее решение из-за расчета, что ты стоишь в линию против Шейкера. Он прыгает через Фиссуру, там вот это все прочее. И против Мириши, он очень плотно продушится сейчас под Виспом. То есть Урса и Висп, это по идее вынос Шейкера вперед ногами. Шейкер со Скаймагом вынос, думаешь? Ну, их разнесут. То есть Урса выиграет, в моем понимании. А, мне кажется... Я тут с тобой спорить вообще не буду, ты шаришь в этом явно лучше. Я очень много впитывал от этих линий просто таких. Я просто Шейкер со Скаймагом думаю, что это очень сильная линия. Там через Тотем придет Шейкер, и Скаймаг будет спамить. Сейчас посмотрим. Давай просто посмотрим. Очевидно, что все зависит от первых вот этих двух-трех лабилов. Потому что когда левел 5, там, понятное дело, что Шейкер, наверное, крутой. Когда левел 6, и у тебя Урса под ультимейт, ты, наверное, Урса крутой. Потому что он просто не впитывает, не получает урона, вот это все прочее. Очевидно, да, это работает. Но вот именно самый старт, как я это вижу, ты приходишь, где-то придумываешь арбуфеном, и как часто тебя будут бить Тотем по лицу? Ну, крипов будут бить Тотем. Крипов будут бить, тебя-то не очень часто. А ты вот подцепил, и все, то есть ты не отпускаешь. У тебя бесконечная мана, бесконечная ХП под весплом. Ты просто душишь. А это длинная линия, то есть им нужно как-то и правильно ее держать, правильно ее двигать. Это все непросто. Окей, поглядим, друзья. В первую очередь, что меня сейчас интересует, это, безусловно, центральный коридор, индивидуальная форма товарища Диди, ну, конечно, всех его тиммейтов. Окей, на тиммейтов мы вчера посмотрели. Там такая достаточно скучная игра Блот Астра, они могут играть веселее. Опять-таки, я списывал все это на то, что неполный состав. Сейчас состав полный. Если в форме Диди, если все в порядке, он действительно готов играть на 100%, мы сейчас увидим хорошую, туповую дот от команды Астра. Короче, сейчас они нам ответят на все вопросы. Так, ну, по линиям сюрпризов мы здесь, скорее всего, не увидим, да? Борокс действительно будет исполнять роль четверки Вивера. Если мы говорим про такого игрока, как Вока, да, Борокса, то это игрок, который обладает огромнейшим пулом персонажа. Для него нет вообще запретных героев, на которых он там не сможет сыграть на четвертой позиции. Поэтому Вивер для него это классика, я бы сказал даже, да? То есть ничего удивительного нет, чтобы на нем исполнить. Причем работу выполнить придется действительно большую. Здесь мне очень нравится Вивер с Аганимом. Ну, если он его соберет. Просто последний раз у нас Вивер с Аганимом был вчера, и он был без Аганима. Как-то так. Взял, форманул этот самый, скажем я тебе скажу, урнул, потом грыданул ее, потом собрал вроде Глэпнир. Что-то такое. То есть там что-то жесть была. Здесь просто очень нужно на сейв. Вот когда появился Скай Мейдж, это очень много демеджа в одну точку. Понятное дело, здесь Аганим это самое лучшее решение. Опять же, да, то есть Шайкер Морф тебя проигрывает, то есть какого-то героя, ты тоже его совершил. Аганим или хотя бы, если прям будет тяжело, да, Аганима Форст Сталф. А, слушай, он там Лотус собирал, потому что был Глобал Сайленс, чтобы снимать его. А потом уже стерилизм выходил, да. Ну что, друзья, по вардам пока расставили там, где хотели. На верхней линии, интересно, блочные спауны получаются на двух. Да, то есть один заблочили Астрадуги, заблочили сами ребята из Олджи. Олджи снизу тоже заблочили, я смотрю, маленький спаун. Ну, что в порядке, Шайкер начинает перекрывать там крипов, чтобы линию со старта получить топную. Ну, в центре вот, да, смотрим, едим, смотрим против Топсона, очень интересно, что получится сейчас у Вайт Альбума. Думаю, на все три линии можно смотреть, спасибо нашим Абзам за это. И высокие технологии. Да, 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 вот, видишь, просто на себя бы, посмотри, то есть концепция в том, что, то есть на первом уровне ты не страдаешь, да, то есть... Ну, там фиссура пока. Там не очень приятно, что на тебе стакутся эти форисвапсы, но это непредично. Второй, условно, это прыжок, третий, там уже может и форисвапс, стакать на два, можно взять оверчардж, оверпарк, как правильно называется. И у тебя вот именно исходящий урон из ситуации, где типа его мало, в ситуации, где его очень много, он очень быстро скалируется, грубо говоря. Быстро забирается, да. И вот оно. Это неплохой старт. Я бы сказал, для команды. И классочка есть, найс, найс. Начало позитивное. Хочется. Ну, там был, мы видели, да, жесткий размен, то есть манэ остался без здоровья, но они самое главное, что справились. Ну, они дрались, потом дрались еще раз, и просто Сеп уже поддушил. Ну, их же двойная пачка шла, то есть обычно ты подумаешь, что под крипами ты сильный, но опять же... Я не уверен, что против форса это хороший план. И вот сейчас нет фиссуры, можно напасть. У него есть прыжок, можно напасть, я уверяю, это было бы хорошее решение. Не хочется терять крипов под своей вышкой, вот что важно. Да, зачем тебе маленький крип, если можно бить большого? Так, ну мы бьем его, окей, под виспом. Сеп страдает, он после телепорта, конкасив шот замедляет, манэ. Манэ добить здесь не сможет, это было, опять-таки, исключительно опасно. Там, я не уверен, что очень много хп регена, кстати, на этой линии сейчас есть ООГ. Нашлась, нашлась, да, это важно. Осталось одно танго здесь у Шейкера, и у Скаймейджа нет регены, нужно курьера тащить, курьеров пока нет. И любое нападение сейчас от Ланэма и Манэ, здесь ОГ просто встанут за вышкой и будут ждать. Очень опасно, да, Сеп готов, если что, фиссуру дать, прекрасно понимают, ребята, из астов. Окей, на топе, забирают инжен париишно. Нормальная продушка, на тебя бежит кабан, на тебя бежит жучок, и ты, ну, то есть не хочешь стоять и впитывать жука, но не можешь остановиться и сломать его. Идея с крепкими линиями отрабатывается пока, да, у командастов. Посмотри, ну, действительно, морфинг и аппарат, что это за линия, да, хочется спросить. Какие там опции победить? Не самая сильная. Не самая сильная. Победить не так сложно, в том плане, что ты просто можешь достать до условной маски на морфе и уйти. И не то, чтобы есть кому сильно пойти морфа в соло выгонять из леса. С другой стороны, ты оставляешь бестмастера, который тебе эту вышку сломает. Да, на аппарат возьмёт шестой, подвышка просто постоит. Это классика. И начинается эта вот история с тем, что, ну, сломал ты Т1, и чё. А морф стоит и фармит. То есть вопрос именно в том, как ты это всё видишь без тебя, для своей команды. Чё-то, я смотрю, продушивает, начинает в другую же сторону. То есть у них реально линия двигается. И может сейчас... Так, там, отдаётся скай снизу, да, подвышка. Бежит, бежит, смотри, бежит, две секунды, есть Тосс. Тосс, подняет руну. Забрать баунти, не успел остановить Вортекс МДД. Подтягивается Виспо, не ожидал такого Топсон. А Ланэм тут как тут. Классная пока командная работа в команде Астер. Ну вот... Работа хорошая, но 40 голды каждому, это 200. А за Топсон дали 193. А Испо? Окупилась, окупилась. Испо плохо, да, что отдал. И Виспо отдал Испо, кстати. Да. Но опять же, перетяжка, это значит, что вы на этой линии. То есть чуть лучше себя чувствует теперь Шейкер. Потому что, опять же, очень просто именно найти фраг на этой линии. Но пока именно взаимодействие между игроками, оно на высшем уровне. Да, нам ребята показывают, что связки работают. То есть они взаимодействуют и взаимодействуют очень хорошо. Если нужна такая внезапная перетяжка от Виспо на четвёртой минуте, она делается. И это, кстати, помогло спасти момент сейчас. Это важно. 4-0 пока. Долго бежал, мог просто не бежать, как обычно. Да, с другой стороны, мы опять не удивляемся тому, что команда Олджи по фрагам сильно летит на старте. Вчера это было, ну, в большинстве матчей. Например, в каждой игре это и было. И во многих матчах, со счётом, там, условно, 9 на 13. Там 5 на 15 тоже не в их пользу. Они по деньгам всегда вели. По деньгам вели, ставили. Да, и здесь старте самостоятельно. 4-0, но меньше тысячи перевеса. То есть денег ОГ в игре досчитывается. О, все, опять опасно. Пошёл бить под Виспом. Замедления уже нет. Вот оно, замедление откатилось. Наконец использует. Выкастовывает Саксо полностью. Виспо, ура. Но, опять же, Виспо успел залечить. Виспо очень много делает на этой линии. Очень неприятное. И, опять же, то есть сейчас ещё ладно. Вырусовывает третий раз за турнир. И пока без побед. Я надеюсь, что и страница-то не изменится, и он останется без побед. Но линия безвариативно очень сильная. Саксо там, конечно, отрабатывает. Курьер раз. А потенциально второго пытался, если не хватило. Здесь Намарфа нападение. Намарфа выживает. Выживает Сумаил. У него есть смазка, есть 10 стиков. Два подаренных танка. Здесь фарифайл, в всяком случае. Ну да, то есть у него всё скорее ок, чем не ок. Вчера Сумаил на морфе против ВП, помню, первую карт играл. И там тоже вселеного вытаскивал на своих плечах. Отыгрывает как на пятом. Так, атака снизу. Небольшая. Хорса страдает. Пересплечет. Выкастовывались полностью OG. Ресурсы мало. Тотем снова. Но потягивается уже DD. Он тут как тут. Мане лоу хп. Дерётся на последнем. Саксо погибает. Мане жив. А Себа может добивать DD. Удар с тычки. Да, ещё один. Это два минуса. Отрабатывают и снизу тоже на лоу хп. Вот так вот на тоненьком. Но справляются. Выглядит очень красиво, конечно. Да, Сумаил опять проблемы. Ну как проблемы? Он же понимает, что он здесь не умрёт. Просто душит постоянно. Бьют, бьют. Ты всё ждёшь момент, когда он умрёт. Я после таких фраз особенно внимательно смотрю. Бывает, я согласен. Стоит-стоит всё под контролем. Потом хоп, шикучи внезапно. И ты стики не нажал и умер. Бывает. Да ладно стики. А бывает очень часто, что перекачивается не в ту сторону. Неожиданно начинает. Да, это тоже бывает. Но пока не с МАЁ. Этот парень сейчас в индивидуально очень хорошей форме, конечно. Как он квалификации провёл с командой OG. Что на Инте он делает тоже. Это очень хорошая игра. Он отрабатывает вроде фарм. То есть я вижу, что у Урса всё хорошо. Но к нему, да, перетяжка от Шторма была. Ему холпанули с дабл-убийством. Ему и ОФБ было. И он ведёт 300 голды на морфом. У Тинника, да, ситуация на 300 голда лучше, чем у Шторма. То есть уже забалансили. И остался Бист Шейкер. Вот тут как раз-таки Шейкер. Вот Шейкер. Не досчитывается денег. Тысяча голды от Бессмастера. Да, пока есть отставание. Посмотрим, удастся ли в какой-то момент времени получить свободную линию Себа. Чтобы когда-то там ушёл Урса куда-то фармить. Просто Урса не такой персонаж, как ТБ или Медуза, или Клинкс, который уходит на треугольник. Я думаю, что он и не хочет. Он сейчас стоит до шестого линия. Потому что он здесь доминирует. И он здесь главный. На шестом у него Висп летает с ним. И ты можешь просто не уходя никуда с линии, оказывать поддержку и влияние на игру. И тем самым давление поддерживая на Шейкера, которому не даёшь купить тайминговый блик. Да, да. Да, то есть ты не оставляешь ему фри линии, вот. Он пришёл, и за каждую крип-аут идёт стычка, идёт душка. Идёт борьба, да. Фри фарма нет, как такового. Вообще нам не предлагают, ребята, из ЛГ какие-то выходы, ганги. Нет, ничего подобного. Ну просто фармят, и всё. Они просто зарабатывают деньги. Они это делают очень хорошо. Ребята из Астара чуть лучше пока двигаются, больше перемещаются. Ну ладно, там, наверное, шансы уходить в этом, потому что Морф поедикил любого здесь. Морфа Шейкер, я бы там добавил. Морфа Шейкер, Тинни. Тоже вот он перетягивается, да, надо что-то делать, но не догоняет. Просто не может справиться с этим делом. И на разворот ещё аппарат пришёл. А, ну слушай, да, и у них аппарат ещё, который ультимейтам просто все вопросы решает. Четыре героя внизу как-то оказался Олджи, но без фрагов, без заработанных денег. Диди опасно очень, там Саленс от Саксо. Уже Тобсон на ход просто давал Эволанч. Эволанч сейчас не хватит, возможно, убить Диди. Ну ладно, там, наверное, шансов и не было вовсе. Сумаил остается один, прессингует Боракс, прессингует ХХС. Сумаил перекачивается и перекачивается. Войформ ТП это работает? Сетка. Сетка, опа, не работает. А тут приходит внезапно Мане. Они на ход, но Сумаил прячется и убит, конечно же, здесь. И это фраг несложный, ошибается Сумаил, кстати. Мы говорили, что не ошибается. Ошибается в этом моменте так точно. Не прочитал сетку, не прочитал, что у него жучок будет. Там маговая птица висеть, то есть он просто не прочитал. Причем довольно важную вышку собирают ЛГ. Да, вот я смотрел на него внимательно, когда же это случится, и вот оно. Его ошибка. Ну, ты говоришь, что Мурф не умирает на этой линии, а он раз и умер. Справедливости ради, там много героев пришло мастер. Тем не менее, тем не менее, это случилось. Вышками разменялись. Просто знаешь, сейчас 7-0 как-то навевает. Да ладно, ты сам говорил, ЛГ это постоянно происходит. Напоминает некоторые моменты, типа, с теми же МП Фениксом и так далее, которые там 22 на 0 сыграли одну в свою карту, нужную им. Но пока умирать тут явно. Ты вообще не планируешь. Не хотят. 2000 преимущества, крепко очень. Неужели у нас еще одна китайская команда будет вступать в бой? По его итогу вчерашнего дня все показали биту. Четыре команды. О, там Атака, Эволен Штос, прокаст, Биспо Урса. Но тут просто без шансов. Просто Билл Топсон всех команда поддержала. Два минуса резких, моментально отвечают. Слишком задержали здесь два героя, да, и никто к ним не... Один раз пришел Штранспирик, больше никто не приходил. И слишком уж много героев здесь было уже. Ну что, снизу можно забирать это. Вот же довольно глубокие варды хорошие поставили. То есть любую перетяжку от соперника они будут видеть. Поэтому по факту нижняя линия теперь полностью в их владении. Надо запирать Тавр. В центре Тавра тоже нет. Едини чувствуют себя, да, в безопасности. С спины могут что-то выйти. Это проблема. Поэтому вот уходит куда-то в верхнюю часть карты вообще. Там оккупировал территорию Бистмастер вместе с Вивером. И Биспо с Урсой все-таки вернулись. Попробуют здесь еще постоять и качаться. Сейчас виспо можно попробовать наказать. Здесь опять, ну, героев не наезжает со стороны ОГ. Вот Топсон здесь, Топсон здесь. Вот его нужно опасаться. У него очень мощный прокаст. И есть чем продолжить. Ну смотри, они прилетели вниз и они отходят. Я имею в виду вот там, потому что видят этих героев, потому что там крипы были, вот по которым все эти ребята прошлись. Просто зачем здесь стоять, когда вот такая история к тебе приходит. Тогда, может быть, телепортироваться не стоило, да? Ну, кто знал. Кто знал. Ну что, вышку отдаем тогда. В центре бы вышку разменять. Это было очень важно, потому что два ключевых Тавра ОГ сейчас могут забрать. У них будет очень хороший контроль на карте. ХС-Т тоже отрабатывает на бисмастере. Забирает Т1. Сейчас начинает тоже душить Т2. Вот на миде, на миде, на миде. Залетает первый ультимейт. И что-то парень не что-то мимо, но он... Этот парень не изменяет себе. Ну, он зонит соперника. Все так же, все так же точен. И Топсон, да, типа, че-то забирает с ней. Нормально, раскручивают ситуацию. Так, атака, возможно, будет от Топсон сейчас. Три героя здесь. Штурспирит летит. Но без шанса. Без шанса здесь Готини. Пробивает со всех сторон. Тосы и не Тосы здесь. А в таверну посидеть придется. Вынужденно. В центре при этом будет размен. Севера поймали. Сержался долго, но умер как герой. Цитату как-то изменил. Не полная цитатура. Да. Медового теня. Если Тинни Керри у нас предпочитает выйти в саблю. Сильвер Эдж. Блинк появляется там третьим. Ну, иногда вторым слотом. То Тинни Медовый как раз таки это упор именно на Блинк Даггер первым. Чтобы иметь возможность инициировать. Найти какой-то опыт фраг в начале замеса. То есть все то, что помогает Тинни делать киллы и искать фраг. Так, консолидировали свои силы здесь ребята из Астара. Но там опять-таки глубокий вижен сейчас помогает УДЖи просто понять, что происходит. И здесь не было смока. Пока не очень понятно, что Астара здесь хотели вообще получить. Вроде собрались вместе, а вроде формить хочется дальше. В планах, кстати, у Мане покупка после урбов Коррожен. Диффуза, да, нападать. Ну, они планируют именно идти души. То есть у них бестмастер, который дает тебе возможность собирать твера любыми героями. Потому что тут шитовая аура сильная. Опять же крипы свои родные. И под этим делом просто надо идти и быстро бить. Ничего лучше диффузов для УРС я тут тоже не вижу. Хотя есть варианты вот этих старых БФ УРС. Где они просто сидят и пытаются перефармить противника. Но здесь он хочет драться. Здесь оба таких героя, не фармящие, да. Плохо фармящие, плохо забирающие стаки. Я имею ввиду и Морфинг, и УРСа. Поэтому и по темпу идут не так здорово. Там у одного 5900, у другого 5400. Но это обусловлено тем, что у Мане просто линия получше была. Как бы там ни было, диффуз появится. Так, у нас сиренем Саксо с Тобсоном готовы выйти. Тобсон без блинка. Все еще Вивер просто встречает. Тобсон может просто встрять. Релокейт на всякий случай делает со спины. Да, и будут прилетать сюда. Мистик Флэр. Рассказ прикольный. Разделили Порекс и Шторм Спирит. Они не погибают. Саксо делает телепорт. Его не видно. В тумане войны сбить не успевают. Но это атака была от OG, где они теряют своего мидера. Который не дофармил блинкдаггер. Это они в смаке пошли. А что не дофармил, тоже непонятно, да? Казалось бы. Вроде как будто, знаешь, с Sky Mag мы типа любой делаем минус. Вот вообще любого убиваем. Даже без блинка. Просто я вон сейчас. Было близко, но не хватило. Сейчас мы видим, что Урса реализует то, что он Урса. Забирает Рошана. Под Фуза, под Аурой, под Виспо. Норма Корожа помогает, да? Рошан дэмэдж есть. Быстро, да, забирают. Понятно, здесь OG играться даже не планируют. Пока держат под контролем всю карту, ребята, из Астана. 9-3. Опять же, мы много говорим о том, что слабо команд на Инте нет. И против каждой нужно играть до конца каждую минуту. Даже если вы выигрываете очень много. OG это самая опасная в этом плане команда. Самая опасная, самая камбэкующая команда. Поэтому есть преимущество. Его нужно просто увеличивать и максимально крепко отыгрывать в каждый момент. Вот сейчас они забирают Тир-2. Это достаточно быстрый тайминг. С учетом того, что мы говорили, там тавар дэмэджа особо нет, да? Ну вот без мать, продавливал, продавливал. Курс с виском, куда Егисом пришли и просто снисли Тир-2. На 15-й минуте. И теперь уже лес, вот этот вот большой-большой лес. Лес команды стороны Дайер. Он теперь может принадлежать рейдам. Если они захотят, они могут просто обосноваться. Ну, там, как говорится, ты Сувижен расставил, но и противник Сувижен не потерял. И от этого плюс Сувижена играть может быть и опасно. Ну, просто безопасности у команды OG в этом лесу нет теперь. То есть нет вышек, то есть нет актива телепортироваться. Очень тяжело. Ну и 1-пост, да, то есть то, что это плюс Икспа, важно. Важно, очень важно. Ты забрать его не можешь, вражеский, то есть только свой отхватывать. И от этого тоже можно найти точку соприкосновения, где ты постоянно можешь драться, прилетать, нападать. Вот смотрите, мы сегодня видели информацию о том, что Урса не выигрывает на The International, но только что нам показали, что команда Астар выигрывала 9 из 11 матчей. У них очень хороший винрейт с этим персонажем. Ну, опять-таки, короли онлайна в китайском регионе, которые выигрывали кучу матчей и выигрывают туркиры. Так, вот оно. Делокейт. Вот оно, это самое. Рор полетел. Стоит на месте, Сепс. Можете дать фиссуру, да, бьет мистик плейер. Есть комбинация, хослэм туда же. Страдает Урса, лоу хп, остается Сепп прыгает дальше, а Эггис нет. Бестмастер уже в таверне. Он встанет и Висп не успеет его забрать. Раньше улетает, чем ты понимаешь. И что делать? Он остается один. Драка ужасной будет, судя по всему. Ну и приходится драться, но здесь обречен, конечно же, Мане. Это минус два. Я тебе говорил, что ты вот проставил Вижн, думаешь, что как бы это гарантирует тебе безопасность. Это не гарантирует тебе безопасность. И на этом X-Accessа ловят, на этом ловят Урсу, на этом ловят его после Эгиса. Они там были втроем. Не потянулся ни Штормспирит, ни Вибер, которые, безусловно, бы там могли дать какой-то размен. Видимо, идея была в том, что там не пять героев. Мы даем рор, мы убиваем и улетаем, скорее всего. Но там пять героев, это OG. И момент для OG очень хороший. Они все шли, они нападали. И, опять же, очень крутой тайминг получился, убийство Урса, потому что ты устаешь. И понимаешь, что Виспа, то есть после смерти, пять секунд. То есть он не успевает тебя забрать. Готовится, друзья, вот эта самая опасная бомба. Эти кузнечки скоро запрыгивают. Сумаил покупается и потихонечку Аганим. Он у него стоял в быстрой закупе, Аганим. Сейчас он немножко изменил свое решение в пользу Манта Стайл. Но в будущем, поверьте, Аганим будет. И Шейкер покупает себе тоже Аганим. И это будет очень опасно. И это грамотно, да. Лучшие команды, я вспоминаю, которые реализовывали эти стратегии, это ребята из IG, это главные специалисты по морфо-шейкеру. Всегда были. Ребята из Фнати говорят, хорошо это делают. Ну, Фнатик не могу сказать, но я знаю, что две команды, IG это топ-1 и команда TNT в прошлом составе. Они это сделали лучше всех, как играли по фо-шейкеру. Но они постоянно его брали. Каждую игру. Это тогда еще мета такая была. Есть предложение на сегодня называть эту комбинацию Bimbo. Bimbo? Да. В честь НС, что ли? Да. А не был там Bimbo в том составе? Да, не было Bimbo. Ну, это типа как бомба, только Bimbo. Bimbo. Понял. Договорились? Отлично. Я могу забыть, но ты меня напоминаешь. Да я обязательно. Так, у нас атака возможно будет. Потому что это будет просто Bimbo. Оп! Все приагируют. А там план перекладывания. А там второй. И его тоже не нашли. С формы. Все бежит на Тейл такой, типа, лишь бы не нашли. И его... Живу, живу. Он дважды был в... Опа, оспалился сам. Айс Бласт, они будут драться? Да, 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 я улетел. Виспа. Попадает, но не попадает. Да, опять не попал. Он опять не попал. Но как? Ну, справлюсь и ради, там это попадание бы ничего не сулило. Да, но я просто интересно, как... То есть, у тебя такой ультимейт, да? Как? Они опять будут драться? Там что-то непонятно. То одни, то вторые. В итоге SkyMage вставляет. Сак стоит мистер флеер. Но тут без шансов. Для... У SkyMage, естественно. Еще один минус. Ну, как-то странно получилось, что Астр нападают, не нападают. В итоге OG вроде готовы развернуться, а вроде и не готовы. Как-то побаиваются друг другу обе команды. Но есть куда развиваться OG. Мы об этом говорили, да? Еще в том числе. Шумаил на шторма сейчас сядет. А тут Ди не сел. И Шторминус подставился. Потому что он станет штормом. А Шумаил на шторме это куда опаснее, чем Ди на шторме. И очень клевый факт. Внезапно и абсолютно. Просто подставился Шторм сперед и умер. Ну да, у него там и понимание было, и вижен был. То есть... Тяжело бы представить, как он там умрет. Но он справился. Погиб. И вот как будто бы Астер ищет какой-то драки 5 в 5. Но OG грамотные доджат то, что им не нужно. Принимают только там, где им нравится. И ты на 13 забираешь Ашану, у тебя был счет 7-0, и теперь счет уже 10-6. Да, непонятно, как побежать. Ты уже без Аегиса, ты уже Урс потерял, да, и как бы... Аморф-то фармит, и ты понимаешь, что комбинация Брафо-Шекер, она все ближе. Она все ближе. Пожалели? А вот прям вписаться в полноценный файт не хотели, да? То есть, что Расперид хочет мстить. Вот кого-то на пинге играет, знаешь, из дома. Вот у него был момент, где типа делал телепорт героя. Он его сделал, уже улетел, и он только тогда нажимает ультимейт. И сейчас вот здесь то же самое. То есть, Топсон. Уже видел героя, но не полез. Там нападение. Не спадает в ласта. Нет, не выкинул. Спадает в ласта. Впитывает все мистмастер. Дал рорт. Урса пошел под онрейджем. Топсон спасти нечем. Телепорт самонадеянно. А Аксесс еще и выживет, да? Он плотный. Он пережил, да. У него, правда, шлем оверлорда и сапог. Вроде нет там коу-куда, да? Ну, у него хп много, все равно по базе. Просто его много у героя. Вообще, непривычно видеть героя в доте, у которого хп не кратное там, ну типа 20. Что у него только что он нам показывал, было бы там, вот здесь. 1500 там, вот, 817. Из-за голема. Процентное соотношение. Ну да, да, да. Я говорю, что очень непривычно. Что-то плюс 15, по-моему, да? Когда у тебя 20 хп за одну силу, такой, типа, так. Но как? Ну, так. А вот так. Боракс поставила, гонимся этой стороны. Ну тоже, да, как-то вот не очень надежно действует Олджи. Вот сейчас такой врыв непонятный. Вроде бы видим цель, убить ее не можем, теряем Топсона. Но это уже, кстати, не первый раз происходит. Тинни таким образом, конечно, немножко из икры может выпасть. Потому что, ну что, у него блинк сабля. Выйти в SilverRage надо бы. То есть здесь игра идет от лейта. С другой стороны, он вообще... Все, у него есть морф, и он такой подкрепен просто. Да, да. То есть он не персонаж первой скрипки здесь, да? То есть играет в Морфа Шейкер. Вот этого, который просто пойдет и развалит. Насколько близки, кстати. Надо посмотреть. Четыре сотни остается Шейкер, я видел. И морфила тоже, да, там близок уже. Ну и по КБ уже урсы, они бегут в смаке, будут искать цель, на которую можно было бы напасть. Вот Сумаил идеальная цель, но не подставляется. Шторм летит, и от него все уходят. Ну вот опять, опять он летит один. Нашляй пара, вичу. Бессура, Мистик Клэйр, Эхасленд. До свидания, Шторм Спирит. Размен на аппарат, Аморф пришел, они будут драться. И Шейкер очень быстро забирает. Неплохо, Ланэм все еще. Ланэм, как выживает Ланэм. Да невероятно, лоу хп опять. Просто там, дай бог, 10 хп у него было. Рассказ, ХХС. Не знает, что делать. Вот забирает Сумаил, одного второго под Саленсом тоже уничтожили. Сумаил вообще что-то не прощает молодых. Как же он клавиш нажимает? На всех героях умеет играть. Вот, если бы это был Mortal Kombat 3, он бы играл только на Шансунге. Я тебе уверяю, каждую игру. 3 в 2 по итогу влет не самый удобный, да, потому что оффлайнер и саппорт на двух кор-героев и саппорта. Опять Штром Спирит превратился просто в инициатор. Он зацепил аппарат и умер. Да, и очевидно менять Смидера на аппарата на пятерку не самая хорошая идея. Да, и ты видел сейчас урон? Нам показывали и морф не топ-1, потому что топ-1 синий. То есть даже с таким составом он реально вот дал тебе старт игры. Он дал возможность ворваться и на оформленную морфу сейчас. Те, что делал дела раньше. Ну что, Диди, о чем думаем? А по КБ? О том, как ворваться так, чтобы не убили. Ну, контроля там безумное количество. Ты не можешь защитить себя от фиссуры. А если ты получаешь фиссуру, то все. Там идет комбинация, идет чейн-стан, и ты из этого просто не вылетаешь. Очень сложно играть на Штром Спирите. В этом скорее, знаешь, и нюанс выбора вот так рано этого Штром Спирита третьим пиком. Да, вот реально нюанс. Потому что, ну, законтрили. И по игре тяжело. Показывает нам артефакт. Да, вот близится у Себа уже аганим. Сумаил начал покупку. Там две из четырех частей у него уже аганимных есть. Близзок в тот момент, когда запрыгивают, запрыгивают эти морфошекеры. Очень сложно будет играть. Очень сложно будет выигрывать тимфайт. И еще не фартануло максимально сильно. В первую очередь на Теллу, конечно, но с другой стороны не фартануло Астером. Потому что Рошана убили они на 13 с небольшим. И ты видишь, что время уже 23, уже пора бы. А для Рошана еще минуту с небольшим. При этом аппарат успеет появиться. Что самое страшное для Астера. Они об этом, может быть, пока не знают. Но уже аганимы появились. Да. И у Себа, и у Сумаила. Я думаю, что знают. Потому что птица висела тут недалеко. И вроде как успела подспалить. Ну, опять же, повторюсь. Астер приходилось в свое время, да, игрокам, точнее, этого состава Астер приходилось очень много играть против IG. Эти морфошекеры были большой головной борью. Нужно справляться. Неопытные команды против морфошекера сразу могут проиграть, там, выигрывая 30 тысяч. Вообще легко камбэкается. Астер, я считаю, команда довольно опытная. Но все равно это очень сильная комбинация. Но и ведут они всего 2000. Да. То есть, просто сейчас ситуация, где у тебя морф бьет на 200, становится ситуация, где морф бьет на 1200. И, ну, извини меня, мало кто выдерживает такие удары. Посмотри хп виспа, посмотри хп вивера. То есть, на что им рассчитывать в такой ситуации? 1300, 1500. Там тотем удар минус. Тотем удар минус. Да, вот и даже стоит уже в гост скиптер в кикбай у виспа. И, ну, его пока нет. И опять же, против морфа, непонятно, сколько это работает, да, потому что ты пошел в гост, получил адаптив. Тоже нехорошо. Лучше, чем удар с отем. Лучше? Ну, обычно, типа, это не решение проблемы от слов со всем. То есть, лучше, если он ни то, ни то в тебя не даст. Очень важно здесь... ДТ морфа еще. По опыту скажу, что очень важно против морфа шекера иметь очень много контроля, очень много станов. Пока все в драках будет зависеть от того, что делает бестмастер. Если дойдет он рором морфа или шекера, нужно сразу фокусить. Это единственная возможность победить эту связку. Позже у Урс, конечно, появится Башер, но пока его нет. И заход на Рошена. Тем временем, вот, ребята из OG, но тоже так немножко опасаются. Дабл дэмэдж есть, но он скоро закончится. И оттягивается. Пока будет драк. Неужели будут первыми инициировать Астар? Соперник находится на хайграунде. Залезать туда очень опасно. И вот, посмотрите, да, Башер ставит, понимает, что Башер нужен на Урсе здесь. Он должен найти любую цель, или морфа, или шекеры, и просто вгрызаться. И не отпускать, не давать прыгать. Отпустил один раз, все. Атамы отойдут, подрегенятся, тотем со станчиком вернутся, опять уйдут. Особенно Мор, друзья, который тотем, бейформ, у него просто, у него манда стайл, он перекачивается. Не улови. И опять бьют, опять бьют Рошена. Миссуры сейчас под птицей, там и так далее, все видят, видно, что стоят, бьют, видно, что скилы тратят, правда, можно потерять кабанов. Прыгнули, он поцепили, подставляется Тобсон, он первый, но полетели, Папа Шекер туда, бейбек, Тобсон теряет свою жизнь. Тобсон бейбекается, бейбекается также, XXS, Бортас пытается убить Шекера, Шекер нужно забирать всем, ЛОУКП погибает всем. И теперь поработает по Сумаилу, Сумаил погибает, Мане справился с ним. Они вырулили эту драку, но УДЖи, кажется, были не готовы к этому нападению. Не были готовы вообще, то есть Тобсон как будто просто не понимает, насколько Урса больно делает его герою. У меня такой вопрос, а сами УДЖи опытные в форму Шекера? Да, да, да. Извиняюсь, что такие вопросы, но я не часто это видел в них. Было, было дело, и понимали тайминги, фиссуры, все прочее. Но здесь, видишь, ты говорил, что надо быстро запутать героя. Игра в Скиф Шекера пошел фокус от Шторма. Ворвался, да, ларчит и... Это очень важно. Опа, а тут ловят, тотемы, без контроля, из контроля не упускают, но замедление по Себу пошло. Север вернулся с ультимейта, он уже здесь. Нужен ли этот был таймлэп, Себ прыгает по XXS, тотем, рор! Каждый стилд дать! Надо забирать, надо забирать Шекер прямо сейчас, Шторм летит, да! Это фокус, это шанс, минус Шекер, без байбека. Это Рошан, там нет морфига. И не будет врываться. БКБ появляется у Шторм Спирита, теперь он защищен. Вот это комбина... Ну, опять же, если ты успеваешь БКБ нажать, потому что если в первом тебя начинается таттема, ты можешь БКБ не успеть. Но здесь все хорошо получилось, Астр выигрывает эту очень важную драку, безумно важную драку. И забирает Аегис сейчас, а тут еще и Сакса подлобит. Сакса, и Люсич перекладывает Мане, и тут Релокейт отработал тоже. 7000 преимущества, 19-11 Аегис в инвентаре у Урсы. И у Астр есть все шансы попробовать выиграть первую карту у Улджика. Первую карту в этом турнире. Полным составом. Команда Астр сегодня. БК показывает очень хорошую дату. Это вообще не идет ни в какое сравнение со вчерашним днем. Ни в какое, друзья. Это две разные команды. Насколько же сильно решает наличие вашего лидера, с кем мы постоянно катали. Ведь даже сайд-линии сегодня стали играть ярче. Что удивительно. Да, да, действительно. Распоминаем начало. 5-0 против ОУДЖИ, где выигрываются линии, где Урса с виспом на лоу на П. 7-0 даже было. Где Ланэм двигается по карте как сумасшедший. Потом минорный камбэк. Ошибочка раз, ошибочка два. Заход Наршана от ОГ. И вот заканчивается тем, что все, опять Аегис у Урсевича. И надо убивать его два раза. Нужна комбинация, нужны БКБшки на самом деле очень сильно. Видимо, и Шейкеру, и Морфу. Да. Их нет. Но нужны. Ну и надо определяться с фокусом. То есть прыгнули, забрали героя, прыгнули, забрали героя. Они прыгнули за первым. Дальше Шейкер остановили, Морф поехал с виспом, его остановили. Поширочек же готов тоже. Это очень неприятная история для них. Потому что ты можешь понять, допустим, Рорбис Мастер. Ты можешь понять, я не знаю, притяжку Шторма. Как среагировать и просчитать, как часто будет проходить Башер? Это же именно тот самый элемент рандома. И вот Рорбилет. Морф улетел. Туда обратно. БКБ нажал. Привет. Шейкер. Сентрик ставится. Его не отпустят. Здесь Сумаил. Один не прыгает. А Шейкер умирает. Его находит. Его влавливают. Его уничтожают. Себа пока не видно на Шейкере. В этой карте. Именно в моментах, где он так нужен. Где он должен решать выигрывать файты. Мы говорили о том, что окей, к Тине вопросов нет. Он, скорее всего, здесь там вторую роль какую-то отыграет. Пару раз кастом даст. То есть основа и первая волна атаки это всегда Морфа Шейкер. Но Шейкер подставляется во втором моменте уже подряд. В очень важном моменте. И команда Астер получает доступ к первой вышке, к второй вышке к ряду. И может быть на хайграунд даже соявится. Почему нет? Дракон есть. Ауру без мастера есть. Тавер дэмэджа не так много. Но если всей толпой навалиться и вышки сломаются, и бараки тоже. У них есть достаточно скоростаки для Уруса. Решили отойти пока. Небезопасно. Шейкер скоро возродится. Типа все-все есть. И самое главное, что есть Аегис. Но ведь хотят получить больше преимущества. 9 тысяч для них это недостаточно. Знаешь, Мхайгран против Шейкеров подниматься, я слышал. Затей так себе. Очередной хайлайт может порваться. Причем. Который не понравится. Просто варьтесь лол. А Топсон. Раскаст. Уруса нажал по КБ. Веспа можно уловнуть. Праймл Рор сразу же в Топсона. Топсона быстро убьют. И здесь далековато находилась команда ЛГ, чтобы дальше вступить в драку. У Веспа есть байбек. У Тини байбека нет. Неужели будут прыгать? Да, они прыгают. По шторму. Шторма есть БКБ. Эхо слэм. Вармались двоих. Протребляет от нас умаил. Закрывает очень быстро бисмастера. ДТ нажимает БКБ. У него все получается. Визбайбек, конечно, нажал. Просвестили Саксу. Телепорт, конечно же, Баш. Баш срабатывает. Хоста. Хоста можно, наверное, еще кого-то. А кого? Кто там? Смаил. Прыгаем. Его будет очень сложно догнать. Хотя по трассировочке. Понимаем, куда уходит. Прыгает. Но очень быстрый. Он очень быстрый. Слишком. Моментально преодолевает большую дистанцию на карте, конечно. Да, и он делает БКБ. Вопрос по шекеру. То есть сколько раз он уже ворвался просто куда-то. Не, ну сейчас нормально. Я согласен с тем, что когда он врывается, он должен выпрыгивать у него Аганим. Он остается и погибает раз за разом. И про то, что этого шекера мы теряем уже. И по датверсам очень сильно. То есть у нас сначала был слабый тень по деньгам. Но мощный шекер, мощный морф. Купил Аганим. И теперь видишь, что тени уже шекер обгоняет. Но у них драка за пятое-шеестое место. Потому что в топе сидит уже Урса с запасом. Дальше морф, потом и Бестмастер, и Шторм. Шторм хорошо камбэкнул. У него было несколько моментов, где подставлялся. Его ловили первым в драках. Он разменил Осов саппорта. Но вот сейчас он отрабатывает хорошо. Он нажимает тайминговые кнопки свои. Он не ошибается с БКБ. Или ему его не ловит, да? Когда он БКБ не нажимает. Не наказывает за это ОДЖИ. Вот к этому я вел. Пока и получается Шторм Спирит очень полезен. Все так. И полезный Шторм Спирит. Полезный Бивер. Полезный Бестмастер. Все полезные. Я не чувствую импакта аппарата. В первый момент, да? То есть он был рано взят. Типа, чтобы закрыть виспа. Чтобы аппарат здесь заиграл. Нужно, чтобы пропошекер отработали. А как ты попадешь? Нет, даже если попадает просто как герой. То есть, ну, попал. То есть у Урса БКБ, у Урса Эбисал там и так далее. Он просто живет. То есть ты не убиваешь его. Задача убить героя, которого не захиливают висп. И здесь все равно вся команда по итогу врывается в виспа. То есть аппарат уберешь, чтобы тебе не нужно было искать виспа. А по итогу вся команда ищет виспа. Вот в этом суть. То есть ты взял героя, который ничего тебе не дает. Это мог быть... Прикинь, это был бы Бэйн, например. Есть разница. Прикинь, это была бы и не Игма. То есть, ну, то есть куча героев с каким-то контролем дополнительным. То есть в этом плане, вот и очень лично мог быть вот это была бы просто ИМБА. И на линии. Ну, куча альтернатив можно придумать. Но, опять же, да, там... Кто знал, что так получится? Он же явно не на эту игру рассчитывал. Типа того. Поэтому я аппарата сейчас не чувствую. Я не понимаю, что и как он должен сделать, чтобы быть полезным в этой игре. Там показывали нам билд шейкера. И уход пошел в какие-то utility-артефакты, в артефакты на защиту через линкенсферы, юлы, бусепты. Вот такая идея. То есть от морфо-шейкера, который потенциально должен быть с БКБ, там с рефрешером каким-то, с даедаусом. Ну, те самые морфо-шейкеры. Даже, простите, я забываю про самый важный, акторин. Да, да, который просто ходит и убивает. Который просто прыгает и убивает. Вот мы превращаемся в морфо-шейкера, который пытается выжить. После своего прыжка. Видимо, вся задача, вся ответственность за карту ложится на плечи Сумаила. Только его одного, что он только сам будет убивать. А шейкер будет так. Выигрывать время, скажем. Окей, на Тир-2 пока Сумаил набрасывается вместе с Себом. Команда рядышком. В это время Астар справляется с вышкой по центру. Забирают Тир-2 в Тир-2. Сразу по Ванпостам пробежаться еще раз. Ну и готовимся к Крошату к наму. Ну, его правда еще довольно. Ну, потихоньку. То есть, смысл, кто куда пойдет раньше. У тебя потенциально минуты 20 до его появления. Но обвардиться, в леса пофармить, докупить золотые какие-то. То есть, ты не идешь ломать Тир-3, а пока я, скорее, к этому не веду. Нурса, конечно, очень уже крепкий с этим Эбисолом. Доп-контроль. Опять же, то есть, можно воздухи героев устанавливать. Можно просто бить. И самое, наверное, приятное, что в следующем том, он думает именно взять Скадос. Что еще дает тебе разницу в мувспиде. И подрезает еще и того же Морфа в плане перекачки. Под смоками полетели Астар. Искать героев. Ставится Вард. Ставится Сентрик. Сформы набросили. И не понимают, что его видят. Обнаружили. Опа, прыгает Шекер. Опять меры поставляется Шекер. Просто через БКБ эндрэйдж сюда идти. Байбэк имеется, конечно. Прыгает дальше. Через Праймлурон хотел дальше героев цеплять. Шекер байбэкается. Тосы Топсон соперника. Выбивают байбэк Шекер. Этого хватает. Им просто отойти, потому что БКБшки нужно переждать. Это очень важно. Уверенно. Уверенно. Где-то получили малейшую информацию о местоположении кого-то из Морфа Шекера. Сразу прыгаем, накрываем, убиваем. И Сеп... В чем есть гостгибитер, он реально не смог его нажать. То есть он умер за Эбисал, потом за БШ. Там хватает контроля. Теперь хватает. И говорит нет следующим артефактам Сеп в своем инвентаре после того байбэка, потому что денег нет. А самое главное, ошибаться больше нельзя. Морфа Шекер неэффективен, когда нет Шекера. Это очевидно. Это так. И если Морф хотя бы стал Шекером, это уже полубеды. Но если он еще и не стал... Подъели немножечко вышки. 40 секунд, Пирошана. Все. Крутой файт нужен, Олджи. Нужен, чтобы Сеп даже, наверное, не с помощью тотема отрабатывал, а далеко слэм. Мне кажется, его задача как раз-таки пойти подставить аппарата, пусть его скушают, пойти подставить Скай на самом деле, пусть его скушают. Потому что просто демаж, который дает просто саппорта, он здесь вообще не роляет. Нужно не заеба. Из-за которого у тебя Морф отработает. Надо раскатить по КБ от команды Астер. И фиссура тотема ХС Лэмбод. Да, да. И потом уже впрыгивать, когда это все случится. Тяжелая задача. На самом деле, конечно, непросто разрулить такие тимфайты. У нас Олджи, мы знаем, мастера любые тимфайты проводить. Главное, чтобы была идея. Главное, чтобы эта идея у них сейчас осталась. План на игру, план на камбэк уже в этой карте. Если этой идеи нет, то один файт и они сдадутся. Очень тяжелая ситуация. Олджи, возможно, настолько тяжелой ситуации в этом турнире еще не были. Хотя, мы вспоминаем, да, многие карты early game они проигрывали. Но там все было под контролем. Там экономика всегда у них была хороша. Здесь они летят десятку почти. Это очень много. Смакуются Олджи. А там третья Рошан, потому что встала. Они понимают, что пора. Идут. На final battle. Они готовы драться до последнего за этого Рошана. Покажи мне пока этого бестмастера. Шардец он взял. Да, он взял Шардец. Это тоже очень важный момент. И по-тихому входит в Рошана. Пытается его просто забрать. Есть Ястреб. Ястреб летит. Ястреб бидит. Информация собрана. Полетел Шторм Спирит. Цепляет очень быстро. Дракатель Шекера. Сейчас Романе пошел в Себа. Себга Септер упрыгивает. Дальше в Саксу. Саксу убить. Саксу потерять не проблема. Просветить эсцентрики. Подсветки нет. Никто не умер. Тобсон разворачивается. Пытается пойти по ДТ. Забирает. Тейндж топориш. Но Саксов тоже может погибнуть. Шторм остается мана. Но его летят дальше. Пошли станчики. Станчики забирают. Шторм спит. Байбека нет. Саксу байбека. Прыгает Сеп. У него лоу хп. Нужно давать фиссуру. Дополнительный контроль. Минус тем временем. Саксов байбекается. Сеп все еще живет. Косефтер. Очередной Эхо Слэм. Контролит просто Урсу. Но Урсу под виспом. Они лечатся. Топсы лоу хп. И всякие ресурсы. Команды ОДжи прыгают. Просто через Рорус умаил и забирают его. Он не способен тут перекачаться и выжить. Выигрывает Драку Астон. Да, байбеки. Да, Убершторм. Но у команды ОДжи потерь-то больше. Уже не хватает ресурсов. Просто они так вроде неплохо все нажали и использовали. Да, это 5 в 2 получается. Совсем нехороший файт. То есть они проигрывали до него. Теперь проигрывают еще больше. Вторая жизнь. Сыр. Право. Скает. Есть шанс догнать. Найти. Убить. Там Глимер кейп. Там вроде нет серепорта. А надо ли отвлекаться на Скаймейджа? Не знаю. Огоним у Вивера. Я думаю, что... Давайте посмотрим еще раз файт. Повтор. Вот нападение на Себа, где Го Септеров как минимум спасает. Сакса тоже себя спасает. Нет просветки, нет центок. И вроде бы неплохо разворачивает статус ОДжи. Сейчас будет контр-иницирование в Диди. Но он раз уйдет. Два уйдет. Сакс здесь развернулся. Мистик Флэр хотел поймать Виспа, но не смог этого сделать. Висп ушел. Аппарат уже был потерян. Байбека нет. Вот здесь за Штормом до конца прыгнули. Хорошо накрыли. Это буквально последнее, что есть у команды ОДжи. А Урса с Виспом готовы были драться постоянно. Висмастер на байбеке. Потом его Рор пригодится накрыть Морфлинга. Но сейчас разберутся с Себом, разберутся с Топсоном. И вот Сумаил, думаю, остался один. И Рор накрыл. Перекачки нет. И за Рор убили. Жесткий файт у нас. Очень жесткий. Да, в то время у нас едина первая сторона. Опять же, куча поворапов у героев. Куча слотов. И получается, что сейчас будут доедать вторую сторону, наверное. И, может быть, даже на третью пойдут. Хотя, опять же, как ты говоришь против Морфошейкера, они очень хочут сломать хеграунд, когда они живы. Они встанут через 10 секунд. Уже через 5. В свое время я наблюдал камбэки от IG, когда они проигрывали 35 тысяч. А они с Морфошейкером делали камбэк легко очень. Это не сложно. Если все грамотно залетает, если вы знаете, кого фокусить, Морфошейкер – это очень сильная комбинация. Я думаю, что, опять же, Астар в этом плане тоже опытный, потому что против IG эти игроки отыгрывали очень много в свое время. И информация и понимание, как это работает, есть. Поэтому не спешим, не торопимся. У нас 0-4 за спиной. Впереди нужны только победы. Надежные победы. А и он появляется у Бестмастера. То есть все... Они реально много играли против этой комбинации. Знают, что делать. Они знают, что делать. Скилла. Главное, настроя хватает. И соперник-то какой, да, сегодня первый ОМГ. Ну, опять же, ОГ-5-1. В целом, я думаю, они себя достаточно неплохо чувствуют. Но были бы рады, я думаю, выиграть эту серию 2-0. Пока с этим большие проблемы. Есть вопросы, да. Хотя бы первый картер. Во второй еще там, если что, разберемся. На нее еще не дошло. Центр пока лишь только был покорен командой Астар. Смогли забрать бараки там полностью. Ну и теперь ищем какой-то тимфайт. У нас есть Аегис. Конечно же, ребята из OG постараются поиграть по макро, расплетить линии. Подождать 2,5 минуты. И не подставляться. Ну, против Веспа очень тяжело играть по макро. Потому что я герой просто летает. Сейчас пойдет Борк собирать информацию. Летименькие телепорты. Кого-то нашли. Борк до конца, до конца. Показываю, показываю. Свор мимо просветки. Все, заюзал. На Тейлор. Саксу. Вивер умер. Его там до информации дособирался. Шпион был уничтожен. Ой, Мангер пошел. Минус 2 саппорта. Вивер есть тайбак, кстати. А вот литрация здесь, ребят. Из-за чего, когда-то фиссура пошла. Прыгнул в тизер. В тизер прыгнул. Да ладно. Эмбисал Блэйд, Гонсептор. Успел нажать по Сумаилу. Убью Сумаилу очень больно. Баш срабатывает. Сумаилу ничего не может сделать. Его просто уничтожил Урса. Он его просто съел. Этот медведь. Септелепорт. Тут Баш не сработал. Прыжок в тизер. Ну, что поделать. Когда они в последний раз играли такой комбинацией, здесь тизер такой гадостью еще не занимался. Да. Теперь он... Теперь так работает. Неприятно получилось. Мане потерял грейженый блинг. Это не страшно. Не очень приятно. Посмотри на его урон. 37 тысяч за игр он накидал. Мане. По итогам лик от IMBA TV, организатора китайских соревнований всех, Мане стал самым надежным китайским керри. Даже обойдя Амин. Это, к слову, о том, насколько это крутой игрок. А Эвруса? А Папарацци? Ну, там элефантных результатов не было. Ссори. Но Мане обошел всех. Это реально очень надежный керри. Если что-то не идет у Диди, бывает такое. У него иногда дрожат коленки на ланах. Мане исправляет ситуацию зачастую. И здесь и карту он проводит, конечно, чуть скоризненно. Может быть, скоризненно. Какой у него кодап? 20, друзья. 2-7. Ликуют те, кто поставили сегодня Астр. Я не знаю, правда, нашлись ли хоть кто-то, кто Астр ставил Фентези. Слушай, я думаю, что нет. Информация о том, что сегодня полнымстайм будут играть Астр появилась только с утра. Она появилась очень поздно. Это, во-первых. Да, во-вторых. У Астр меньше матча. У Астр не меньше матча. Да, сегодня варианты были. Эльфант Фнати, Квинс Крю, ССГ, Сигарет и Вичи. Да. Это те, у кого по 3 серии. Как бы... Вот ситуации за все годы Астралии, где ты мог за 2 условной серии отмочить больше поинтов, чем кто-то остальной за 3. Так... Ну, их, наверное, может и были. Но я не знаю. Там 1-2. Ну, редкие, да, случаи. Очень редкие. То есть просто топа-игра слишком много дает. Ну, тем не менее. Ну, да. На будущее люди прикинут, что есть варианты Астр поработать. Так, Рор. Это Шейкер. Это Шейкер. Он стоит. Он просто афа идти не пошел. По троиме. Волочная... Неплохо. Залетает Тайз Блаз, попадет по Ланему. Там АН Диск. Шейкер ворвался на 5. Тизер мешает очень сильно. Кайтит. Пытается этого Урсу. Но погибает Штром Спирцель, который влетел здесь. Да, я по нему фокус прошел. Да, да. Лопал. Вайбэка, кстати, нет. Свер там есть у Виспа. Причем Вис сейчас вернется. Вернется, по идее, один. Опа. Нагнали. Кузнечик не отпускает. Не отпускает, конечно. Друг за другом. Фиссура, тотем. Ошибается, что Маил со Станом. Но Эдептив Страйковой форум догоняет. Справляется. Виспа тоже с Кушарем. Друзья, не расслабляться против комбинации Морфо Шейкер. Это очень опасно. Причем, вроде, ничего не предвещало беды. Потом просто герои кончились. Причем, вроде, ситуация будет сильно лучше. Это при том, что у них вивер с агонимом, да? То есть, опять же, как можно потерять какого-то героя? Но у них удалось это сделать. Насколько я понимаю, сильно помог именно Тинник. Которого сейчас съели. Посмотрели на его таланты. Если я правильно понимаю, он взял очень важный талант. И взял 24-й. 24-й пока. Так, опасный момент. Сумаил превращается в Урсу. Так, бьем. В спину. Сформы. Весел навесили. Весел, Фессура. По виверу внезапно переключились. Есть там вижен, конечно же, по этому виверу. Виверу нужно забирать. Четвертый герой. Да, умирают персонажи Астар. Что-то идет не по плану. Ну, 15 тысяч перевеса двинутся с две стороны. Пока еще все, я думаю, их устраивает. Прецедент не самый хороший, знаешь? Когда ты ведешь столько и у тебя каким-то образом получается драку проиграть, ты уже начинаешь сомневаться в своих возможностях. Нужны четкие фокусы. Нужно, что же Storm Spirit жил. Вот нельзя вот так просто брать и первым погибать. Я все понимаю. Если залетает какой-то тотем, вообще не факт, что ты нажмешь БКБ. Тебе это просто могут не позволить сделать. Аиндиск. Вот на кор-героях даже, да, на всех героях. Даже включая супер-лейт новых. Покупать Аиндиск. Это прям идея против арфошейкера номер один. Тебе главное получить возможность нажать на свои кнопки. Ну слушай, письмо, ты точно взял? Шторм вроде как взял. Шторм не взял. Все-таки передумал, да? Возможно, ошибка. Хочет играть по классическим артефактам. Ну, еще одна такая ошибка. И, возможно, это заставит подумать об Аиндиске. Как бы там ни было, получают тот же еще время. Время, где они могут спокойно поформить. Время, где соперник на них не давит. Где нет шанса проиграть драку. Время, которое позволит собрать еще какие-то слоты. Что-то еще поформить. Ну, где там мистер Сумаил? Бабочка, да, у него. Билд финальный БКБ. Манта Стайл, Бабочка, Аганим. ПТ. Ну и, конечно же, очень клевую шмотку он нашел. Для морфа Шейкера. Это спалпризм. Ну, а Шейкер через линку все-таки играет. Да, но сейчас только шар купил. Чтобы у него, наконец-то, была фиссура, которая не так сильно мешает. И пошли, пошли. Астр хотят синициировать. Рошан мог бы появиться четвертый. Но до него 2.50. Максимальный таймер срелялся. Поэтому эта вылазка даже закончится успешно. К Рошану их не подведет. Повезло команде ЛЖИ даже в этом микро-моменте. Или не повезло с костюрем посмотреть команде Астры. Одновременно. Это получается Рошан Шрёдингера? Да. Сатаник появился у Сумаила. Не оставляет тебе деньги на байбэк. Вот это важно подметить. Еще вообще вся команда. Видишь, там 4 героя. У них только у Сини есть байбэк. Остальные все именно что-то скупили. Вкладываются в тимфайт. Хотят выиграть. Да, но тут опасно это делать. Вот по этой причине. Байбэка нет. Урсо. Саленс. Бис подтягивается по КП. Рор! Сини подтаймился. Вот по этой причине. Но у Сини как раз-таки был байбэк. Он его нажал. У Сини как раз он был. Ну ты правильно подметил, что время респауна Рошана очень большое. Тут успеет появиться. Успеет появиться аппарат. У Сини не успеет появиться. Проблема в том, что ОДЖИ не знает, куда появится Рошан, да? Да, да. Вот если бы кто-то знал, как и мы, да, во сколько все появится, это бы привело нас к старым вот этим чертежам. Когда ты знаешь Рошан, ты знаешь ровно через 10 минут. И вся команда вот типа ничего не делает. И через 10 минут такие, все мы тут. Мы готовы. А сейчас типа вот этот вот именно интервал заставляет их двигаться. Они все эти ФК на базе. И как будто бы, знаешь, уже готовы бы отдавать этого Рошана. Они в эту часть карты не стягивают. С другой стороны был Вижн. Сейчас его правда сняли. Ну вроде, вроде пока все под контролем. Я имею в виду, что Рошана вроде соперника не убивает. И они сами туда не стягиваются. И ждут атаки. Сумаил получает линкен сферу сверху. На всякий случай. Букс инициирует. И инициирование сейчас скорее всего будет. Тотемы. Опа. Подставляется тени. После байбэка подставляется. Залетает. Эбби салдует. Убез шансов. Как спастись-то? Да никак. Нет, церева. 25 секунд. Топсон отдыхает сегодня. Две минуты без него. И надо OG уходить. А уходя забирать пачки крипов, чтобы крип скипать. Но там роры. Там настигли Саксу. Саксу скорее всего погибнет. Шторм идти дальше. Ищет соперника. Таймлэп. Возвращает. Возвращаетесь. Всем. Прыгнул не туда. Его просто убило. Прыгнул хорошо. Долго летел. Надо было ускоряться. Долго летел? Да. Но он типа застанил шторма морф. И Шекер должен был продолжать. И он не успел долететь. И три героя в таверне. Байбэков нет. 30 секунд и Рошана. И знают, что байбэков нет как минимум у Тинника. Третьей линии пойдут. Ребята Астра. Они сейчас пойдут вообще выигрывать эту карту. Ну как в боем обороняться. Морфа Шекера здесь уже нет. Один морф под аппаратом, друзья. Сумаил. Ну слушай, морф под аппаратом звучит тоже хорошо. Против пятерых. Против пятерых звучит не так хорошо. Уже хуже, да? Да, вот то, что они идут под фонтан и не дефают эту сторону, это совсем плохо. То есть, видимо, играем от Трона. Но 70 секунд они успеют сломать все. Астра думает, где байбэки? Окей, не байбэки. Мы в Трон пойдем сейчас. Байбэки. Пойдем проверять, да? А байбэков лейтей нет. Нет, ребят, давайте выходите. Говорят, а байбэков нет. А у Гайраса из игры вышли. Ну, пока нет еще. Да, на Тир-4 они одну потеряют. Точно. А скоро появится с Акса. Да, ну там еще 40 секунд до кор-героев. Что делать? Сморм, Сумаила, с зоне, чтобы не мешался. Он и не мешается особо. Трон голый остался. Ну что, побежали? Морф вперед. Мистик флеер куда-нибудь. Рором останавливает. Манэ будет бить. Манэ будет есть Сумаила. Нет, ну так, Вортекс под моим задистанящим героем. Аморфа оставим на десерт. Сумаил прячется. Пытается уйти. Манта Стайл что-то должен выигрывать время. Глудгейм был плейт. Первую карту Астер выигрывает в этом турнире, друзья. Первые Урсы, выигрывающие в этом турнире дополнительно. Тут все первые. Тут много первых. Первая игра Диди на этом турнире. И сразу с победы. Астер возвращается, друзья. Пятая китайская команда, которая, казалось бы, по вчерашнему дню, скорее всего, выпадет из всего этого соревнования. Ну, как минимум, из вот этой интриги, борьбы за верхние слоты плей-офф. Возвращается сегодня. Матч против OG. Казалось бы, шансов не должно быть никаких. Но приятная новость для всех фанатов китайских. То, что Диди вернулся. И вторая приятная новость, что они смогли одолеть OG в первой карте. Вот это результат уже больше похож на сенсационный. Как минимум сейчас. Да, и ситуация 0-4. Это может быть в 10-4. Поэтому у них все впереди. И во второй карте они явно попытаются сгребить успех. Чтобы сегодня на плюс морали продолжить потом додушивать. Потому что у них еще будет, по-моему, одна серия сегодня. Вроде должна быть. Но мы еще... Чертой какой-нибудь картой. Возможно, да. Мы к этому еще вернемся по почте. Друзья, вторая карта нас с вами будет ожидать. Астрологик классная встреча. Поэтому небольшой перерыв. С драфтом вернемся прямой. Не уходите. Астрологик классная встреча. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Это очень клево, потому что у нас появляется еще одна команда, которая будет забирать карты, отжимать какие-то серии и будет, конечно же, стараться пробраться вверх в топ-4 групповой стадии. И, наконец-то, таких команд стало 18. А кто у нас не воюет? У нас, по-моему, из G никого не выиграли. Нет, они тоже воюют, просто не получается. Просто эти ребята пока не воевали по другим причинам. А теперь все воюют. Все воюют. Это здорово, друзья. Война у нас продолжится в рамках матча. Ребята из OG и Astro прямо сейчас. Карта под номером 2 может закончиться счетом 2-0. Может быть 1-1. 1-1 устроит результат, скорее, больше для ребят из OG. А Astro нужны, конечно же, только победы. У них сегодня, кстати, я посмотрел матч против Alliance дальше. Мне кажется, сегодня можно неплохо из 0-4 сделать... 4-4. 4-4, да. Это был бы крутой результат. Если они это сделают, можно будет завтра прямо их втыкать в Fantasy Point, если у них там 3 будет катки. По идее, должно быть где-то рядом же 3. Потому что в последний день запланировано не 5 бестов, а 2 на канала, а по 3. Всего матча, да. И там кого-то отдыхают. Да, да, да. Поэтому, типа, по идее, сегодня-завтра как раз-таки самые сложные дни для тех, у кого бы 3 матча. Можно сказать, друзья, что помимо наших каких-то необычайных раскладов, мы с вами еще можем параллельно наблюдать за суперсенсациями. У нас ребята из Virtus.pro и T1 там воюют. И казалось бы, да, что могло быть неожиданно в том матче, но сюрпризы там тоже есть, друзья, поверьте. Поэтому не забывайте просматривать, конечно же, параллельные стримы, и Red Zone вам в помощь. Там показываются, по-моему, лучшие матчи, да? Или самые интересные? Там сидит и у солны Кристалл Мэй выбирает, что он хочет посмотреть. Поэтому просто смотрите канал номер 2 сегодня, канал номер 3 завтра с утра. И вот после-после завтра, получается, ну, на четвертый день групп, смотрите Red Zone. Я буду следить за контентом там, и все будет хорошо. Будет только лучшие матчи. Все, Inmate будет на страже. В лучших и самых качественных матчей. Пока на страже... Там, по идее, пока еще и Retail, пока все нормально. Вот скоро сядет, по идее, Кристалл Мэй, будет все плохо. Опача! Опача! А мы с тобой об этом отчасти тоже говорили. Кого ты хочешь оставить на ФП? Так они всех оставили, ты договорил. Тогда останется, типа, Тайт Хантер, останется Манки Кинд, и они все здесь. Ну, Титан, Титан запанят. И вот они, вот, типа, лучшие едва Тинника, не? Гоник взяли. Ну, ладно. Причем довольно быстро распикивают, да? А чем быстрее его пикают, тем лучше потом они играют, потому что, ну, в прошлый раз, посмотри, они очень долго думали над тем, чтобы брать им морфошейкера. Потому что у них был дабл пик, то есть они такие посидели-посидели, время реально много прошло, и моментально их двоих добрали. Ух, только кто-то, что, очередной раз Тайт Хантер против Дума, Дум против Тайт Хантер, пока у Думов не идет. А я говорил, что это не очень контра. Не похоже на правду. Идея хорошая. Типа, ты заходишь, он не дает реведж. Другое дело, что, ну, тебе недостаточно просто дать Дум просто Тайт Хантер, тебе нужно, чтобы у тебя еще что-то было. И в прошлой игре окраски было о том, что, если ты помнишь, это были LGD, которые вас пришли, и стали тебя душить с нулевой, на восьмом этапе вышку уже сломали и так далее. А у тебя, ну, то есть Тайт Хантер не дает реведж. И что дальше? Тинкер стреляет, все стреляют, а у тебя ноль героев, которые могут помочь. Потому что у тебя кунка в центр пошел. Давай начнем с того, с чего-то более простого. А чем не будем брать кунку в мид, и будем брать тинкеров. Потому что вот здесь сейчас сидишь, смотришь, наверх тинкер становится? Становится. Вниз тинкер становится? Становится. Спектр рассмотрит замечательный герой. Вверх становится? Вполне. Вниз возьмем? Давай возьмем. Да, я не знаю. А что тебе вверх спектра нравится? Осталось 5 секунд. Не, ну, прям при живом бойнике, возможно, уже не очень нравится, но типа до того, как появился бойник. Да я про живом манки-кинке скорее не хотел бы спектр играть. Вообще проблема. Да, мне кажется, Керри МК просто убьет спектр. Но спектр убьет, а спектр убьет всю его команду. То есть тебе нужно брать 4 героев, которые убьют МК, который убился на ФП. Это не так просто сделать. Ну, не знаю. Возможно, поэтому МК банится в каждой игре, кроме вот этой. Да, здесь его оставили на ФП, и, конечно же, тем астер этим воспользуется. Причем, опять-таки, мы повторимся, что помимо того, что Манек на нем клево играет, еще есть Борокс, который также на нем очень клево исполнит. Поэтому здесь универсальный персонаж на все позиции. В каждой команде есть МК 1, 2 и 4. А вот уверен ли, что в каждой команде есть 4 команды? Я вообще не уверен. Давай так. Я видел его на всех ботах матчах, даже для 2 цело. Поданите, я уверен, что каждый играет. Иначе в этой игре не было в бане каждую игру. 100%. Тебе они не все форсы, да, получается? Ну, то есть, да. То есть у тебя есть просто ребята, которые считают, что можно попробовать поиграть. Считают, что он очень сильный. То есть можешь что-то придумать. Опять же, то есть берем условную спектру. Вот есть МК 4. Она нажала ультимейт. Она знает какое дерево. Приехался, сбил, например. Какой-нибудь Тамарас взял, поставил арену, сбил. Взял котла, поставил, убил его висп, сбил. Осталось 5 секунд. В целом, обычной проблемы нет. Тем более, с Кэрри МК это такая же проблема, что он может просто сам себя на 4 секунды подстанет. В любой драке. Если где-то окажется не в то время, не в том месте, его просто спалят. Ну, крайности какие-то, конечно. Как вариант. Это не очень круто, когда у тебя... Зови еще героя, который сам себя дизель на 4 секунды, кроме Алхимика и МК. Ну, это аргументы, конечно, с которыми спорить очень сложно. Ну, ладно, Алхимик себя тоже может застанет, да? Ну, то есть два героя таких вот у нас есть, которые просто приходят и разбивают себе же лицо. И причем на месте Алхимика ты на этой очках-то пылить, можешь там манты, нажать БКБ, не нажимать клавишу стана, да? То есть МК не сядь на дереве, тяжеловато. Менюшу себя без хп оставить. Он без хп, но без хп и путь же может. Да. Вопрос был в стане. Ладно, забудем про это. Я считаю, что МК просто хороший герой, и я считаю, что каждый им играет. Окей, принято. Ну, и популярность этого героя подтверждает лишь только твои слова. Раз все команды на какой-то позиции могут его использовать, значит, и все команды начинают этого героя, конечно же, в какой-то момент просто банить, потому что он слишком хорош. Пока по первым Думпикам особо ничего, друзья, не скажут. Единственное, что вызывает вопрос, конечно, решение пикать Дума всегда против Тайтхантера. Где-то это может успешно реализовываться, где-то не очень. Сто процентным контрпиком, конечно, это не назвать. Но Астер решили, что здесь этот герой пригодится. Как минимум дает опцию тебе поиграть. Вот иногда ты съешь, у тебя, допустим, Магнус там что-нибудь, а у противника ноль станов. И ты можешь ворваться, ты можешь сансировать, а противник не может. Так и здесь. Ты идешь в ситуацию, и у тебя против Тайтхантера, но у тебя есть контрмера. Не каждый раз будет работать, не всегда будет все получаться, но в одной условной драке это может решать и выиграть тебе игру. Рубик. Сегодня у нас в прошлой карте Рубика не было. Для Джерекса? Для Джерекса, да. Сидит такой на теле, так, Джерекс, ты берешь Рубика, и Сакс такой, блин, опять. Ну что такое тебе, Йохан, ёпперс, это. Но у нас же в прошлой карте не было Рубика, да? У нас, получается, в трех из четырех карт Рубик появился. Ребята у нас в предыдущих матчах Сикрет пытались с этим Рубиком катать. В одной успешно выиграли, во второй успешно проиграли. Но, опять же, ты не можешь играть Рубиком без вообще героев, с которыми хоть как-то это работает, синергирует. Здесь он просто появился после Дума. Все понятно, Дум кидает ультимейт, Рубик ворует. Очевидно. Против МК, потому что МК на дереве, ты на дереве. Здесь тоже удобная позиция. Отсутствие каст-анимаций для Рубика, это всегда имба. Тренд протектор. Ну, это вот сильно. То есть тренд плюс один против Тайтхантера и Рубика, по идее. Еще и Лина. Диди в центр. Тренд протектор — это второй любимый герой Ланема после Абадона. Он пришел, когда в эту команду на позицию пять с тренерского слота. Он играл безумное количество матчей на Абадон. Потом начали Абадону банить, он брал трендап. То есть все понятно, идея та же самая. Лечим, защищаем тиммейтов, телепортируемся, когда нужно. Да, у тренда еще и тычка гигантская. Плюс вот эта возможность закинуть корневище на первом условном уровне. То есть ты приходишь на Тайтхантере, думаешь, сейчас Кракеншал, что просто уйду. Куда ты уйдешься с корневища? Ну, прокнет Кракеншал, все равно в нем стоишь, все равно урон получаешь. Все равно тебя бьют по лицу. То есть против милишника на линии, а сейчас у нас все тройки — это милишники почти. Вот там 99,9% игр. Поэтому тренд чувствует себя просто на ура. Главное, чтобы это был не какой-нибудь тимпер. Вот уж кто, наверное, трата не сильно боится. Тимпер, кстати, прикольный, что ты против МК, можно поиграть против Трента. Да, тут еще бист появляется. То есть Тайтхантер, возможно, это снова мид. Да, похоже от Тобсона. Потому что в прошлое сценик раз-таки против Лин его по итогу поставили. Удобный раздраф, да, то есть можно винуть. И на всякий случай стоит помнить, что никто не мешает играть Тайтхантером 5. Потому что те же ОГЭ вчера вторую серию играли, у них даже легионка была пятеркой. Осталось 10 секунд. Но бист – это, опять же, интересное решение. Потому что, да, топоры с деревьев срубил. То есть минус тренд, минус МК, если что-то вдруг где-то попало. Опять же, это птица, которая дает тебе Fly Vision. Это БКБ контроль. Так что смотрится этот герой как минимум полезно. Ну, как минимум, сами Астр с ним отыграли прошлую карту очень даже успешно. Да, да, да. Не сомневаемся в возможности. Понятно, как это работает, да. То есть ты стоишь в линии, уберешь Терминатор, выгоняешь керри, ломаешь вышку сам. То есть тебе не нужна помощь. Твои саппорты не заняты тем, что сидят там в контроле, чтобы тебя не убили. А занимаются чем-то более полезным. Где-то стакают, где-то ездят по карте, помогают там керри в центральной линии. Хорошие пики мне нравятся и там, и там. Мне безумно нравится Лина от Акомандастера. Я в очередной раз пропагандирую пик Лины против Тайтхантера, который выбирается в первой стадии. Тем более, особенно от китайских исполнителей в центре, в которой каждый специалист на этом герое. Ну ладно, опять как в Манки Кинг все умеют на интернешнл играть на линии медовой. Но кто-то просто это делает чуть успешнее и чуть лучше. Вот Дитя один из тех, кто на линии играет, очень круто. Осталось 10 секунд. Просто опять же, видишь, у меня есть чем парерировать, что уже Тайтхантер саппорт против Лины, уже выиграл и линию, и потом игру именно от АГ. Поэтому, возможно, у них тоже этот, знаешь, типа драфт, который их устраивает. То есть если бы была, например, не Лина, может быть и не бист появился, а какой-то саппорт, Тайтхантер упошел бы на 3. Но, возможно, их это устраивает. То есть типа нашли героя, который против Лины реально стоит. По их мнению, и все круто делает. Посмотрим, кстати, будет интересно. Я это противостояние сам воочию не видел, Тайтхантер против Лины. Вот ты рассказываешь, что Тайт стоит хорошо, посмотрим. Ну, я не говорю, что он стоит, я говорю, что у них получилось. У них против фальянцев это было, да, может быть, не лучший соперник, чтобы прям вот максимально ценить. Просто я пытаюсь понять, то есть, по какой причине ты вот берешь, Тайтхантер ставишь дважды в мид, условно. Возможно, там дело и не в лейнинге, вовсе, а то, что герои потом по игре пригождаются. Да, может быть, может быть. Для Тобсона удобно бегать и там спейсить, да. Ну, и не умирать так легко, как в двух предыдущих своих картах против ЛП, где он на бойнике играл, собственно, и умер без ВВК. На Тиген сейчас игра была, да, подставилась, после ВВК умер. Так, мы выбираем сейчас кого? Мы выбираем либо Керри, либо МК Керри и Тинни появляет. Это не ответ, да? Dragon Knight от LG, причем моментально появляется еще один толстенький персонаж. Так, и сейчас что-то будет. Керри, Тинни, Тобсон, Dragon Knight, Мид, Нотейл, Тайтхантер, пятерочка, Рубик, Саксо, Рубик, Рубик, Саксо, Рубик, понятно, да? Клинкс, Сумаил. И МК четверка, да. Бестмастер, Сепо Флейн, да, МК четыре от Борокса. По остальным линия понятна. Диди Лина все-таки медовый, да, Экс, Хэз, Дум, Офлейн. Ну, интересно. Звучит все очень круто. И непонятно, кто выиграет. Потому что ДК, ты когда-то вообще его видел? Просто как героя. Не, видел, вчера был Офлейн ДК. Офлейн? Не-не, окей, потому что ты его хотя бы видел, да? То есть у меня он не попадался ни здесь, ни предыдущие там пару-тройку месяцев. То есть это секрет, что СТК с Офлейн сыграли или кто? Да, или кто, или факт? Я про то, что сейчас, вот опять же, откатимся по-быстрому. Ну, на условный там ESL, на условный .pit. И посмотрим. Мне кажется, что там вроде никто их не играл. То есть, знаешь, такой герой, где-то вот он за последний месяц был нащупан игроками. Ну, давай так. Пока ты ищешь информацию, это был уверенный Last Pick от OG. Уверенный в плане скорости принятия решений по выбору этого персонажа. Ставят его сразу в центр. Тут тоже не сомневались уже, что ДК именно в центр нужен. Здесь, видимо, идет расчет на то, что он лучше справится против Лины на центральном коридоре, чем Тайтхантер. По игре посмотрим, как Тобсон реализует. Мне кажется, что для Тобсона такой, понятно, что он на всем играет, да, но вот хочется какого-то другого, наверное, героя, там, нюкера, спейсера подобрать. Ну, здесь ДК, такой прямолинейный, понятный персонаж. Безусловно, справится. Этот герой несложный. Вопрос только, насколько эффективен будет по тому, что будет делать Лина, да, в сравнении. Потому что, что будет Лина делать, мы знаем. Она будет очень много фармить, она будет быстро передвигаться по карте, у нее понятные слабые. В общем, забавная карта у нас намечается, друзья. Еще раз напоминаю, счет 1-0 не в пользу OG, а в пользу Астер. Астер в полном составе. Набрали все, что хотели, все то, чем они играли два года. Ну, главное, год, да, в этом составе они катали. В сезоне, поэтому не удивляемся. OG тоже набрали все, что хотели. Теперь кто лучше исполнить. Конечно, герои, так посмотришь, ДК, Бестмастер, Тайтхантер. Пусть он и пятерка, но, тем не менее, сложно убиваемый персонаж. До кликсного рубика добраться здесь проще. У Астер тоже пробивать героев тяжело. Есть тренд, который все будет лечить. Хватает своих нюансов, хватает своих плюсов драф. Да, и при этом у тебя вроде как бы ДК, там все эти герои выше-то ломают хорошо, но по итогу тренд реально все проблемы может пофиксить. Ну, то есть, да, ДК Бестмастер кушает, тренд защищает. Так, ну, смотри, смотри, с того, что я вижу в незабаненных героях, в невзятых и так далее, его нет. Значит, брали. Значит, брали. Значит, надо искать. Ну, к чему-то это. Ну, брали не часто. Не, просто интересно. Два раза его брали. Битва начинается. Просто, знаешь, немного необычно, чтобы-то его столько не было. Места назад в последний раз появлялся. В тот раз. И вот он уже здесь. И вот он уже понеселся. Не будет что-то делать. Места сто игр не было. Тоже резонно. Ладно, отпустим этого ДК. За его импактом сейчас нам Топсон будет рассказывать. Вообще, на что герой будет способен. И ласт пик. Ласт пик, знаешь, это когда ты берешь героя, который должен что-то закрыть. Причем моментально берешь героя. Причем, да, вот когда там появляется тинкер от LGD, и мы понимаем, да, ну закрыли, да, тут без шансов. Когда ДК закрывает пики от LG, так и думаешь, ну посмотрим, ладно. Не без шансов, конечно, но поглядим. Ну, ДК, да. ДК. Ну, типа, против линь ты стоять должен, опять же, да, пассивочку взял. Трички довольно удобные. Ну, Брис Пайл, конечно, взял, чтобы рейнджа добивать на первом уровне. Рейнджа-то, кстати, он вроде пропустил, нет? Не увидел, к сожалению. Ну, у него 3-1 из 4 хрипов. То есть, кого-то он точно не добрал. Я бы не помню, просто милишник это или рейндж. Пока добивает хорошо, но ДД не справляется. Ну, у линь 1-0. То есть, знаешь, ДД тоже не справился. Там пока самое начало, что снизу у нас. Где-то что-то, да, у него не идет. Но здесь прикольное тоже. То есть, стать хантер с армором. Два милишника. Два милишника должны тут нормальные. Стоять, по идее, ОГЭ. То есть, я вижу, как Сумаил выфармливается от этой линии. Какие-то деньги старты. То есть, не будет вот как у Матумбы последняя игра, где вот он на этом бойнике не нашел себя вообще до конца игры. Я при этом думаю, что и в СС все будет окей. Да, сто процентов. Мемца отличает внимание соперника. Думба фармит спокойно через Двауэр. Будет достаточно подарок. Здесь сюрпризов быть не должно. Линия не самая интересная. Снизу, наверное, получится. Да, в центре тоже не суперинтересно. Интересно хотя бы только то, что пока ДД на первых пачках не справляется. Крипов у него мало. Да, да. Топсон что-то жестит. Так, а тут проблемки-то небольшие у некого Борокса. Некий Борокс пока прячется в кустах. И Фласка приезжает, да, у него только что подъехало, и все хорошо у него стало. Так, и сложная линия номер два. Там Бестмастер, да, у нас с тобой стоит против Тинника. 7-1, 8-3. Все качаются? Тоже все хорошо. Бабки у нас в лево-вправо по команде постоянно ездят. Так, упал по замедлению по Сиапу. Сиапа, Ланэм тут идет драться. Этот ранд-протектор с ним в ПВП воевать не очень хочется. Но правда против двух героев, конечно, тяжеловато. Мы переехали сейчас камеры сюда. Я такая смотрю, деревья нет. Думаю, что топоры взял. Но он их не взял. Они реально все просто вырубили сами. Съели, подрубили топориками и чем-то еще. Ну да, что Ланэм тут не мог нормально ходить. Ну он в лево ушел. Ну что ж, как-то спейте же надо, чтобы Манэй качался спокойно, правильно? Все потенциал для убийства, между прочим, есть. Если там Сеп как-то неудачно взялся в борьбу, на развороте, тренд плюс тени спокойно тоже могут раскидаться. Раздамажиться, поэтому без сюрприз. Но вообще, конечно, выглядит пока все очень спокойно. Накончаемся, нафармимся. Все вообще, прям, окей. Сенса. Бейтболт, Ланэм, комп, телекинез. Здесь может молиться первая кровь. Нет. Ладно, защищен. Что касается лейт-потенциала, в итоге, вот с этим вот Дэдхантером пятеркой мы можем надеяться, что когда-то Нотейл выформит вообще что-нибудь? Я думаю, что нет, но это тот герой, который ты не можешь драки игнорировать, он просто заходит и дает ревидж. Когда есть. Ну, когда есть. Ну, на 6 уровне, я про то, что... Именно суть в том, что ты обычно идешь, у тебя Дэдхантер, ну такой, ладно, нажму на него Doom, иначе будет ревидж. Но если я это сделаю, мы бьем оффлайнера, типа нормальный размен. А здесь будет тот же ревидж от такого же Дэдхантера, но это пятерка. Ты не хочешь давать него, думаешь, что это пятерка. И вот этот нюанс, он очень сильно тебе портит игру потом. То есть Дэдхантер, ну его проще убить, типа нужно меньше ресурсов, потому что он не имеет условного худа, там не имеет ВКБшки той самой от Элевена, но тем не менее. Так, Дидид, кстати, смотрите, реабилитировался в пол, количество добитых крипов. Это лесные, надо не тралы. Да, мне просто смотреть, да. И главное, проблемки, лес сломается, чтобы они работают. А Феррис Блад Пьеру проливает кровь на Тайтхантера. И Ланэм погибнет, уже может спокойно давать свою жизнь, потому что ФБ сделал именно его команду. И XSS вместе с Борексом здесь, видимо, Тайтхантер загулял слишком далеко. И Сумаил, теперь оставшийся один, конечно же, не может спокойно стоять и качаться. Его будут просто зонить, выгонять. Тайтхантеру нужно скорее возвращаться. Ну, пока пятерки поумирали, без сюрпризов, опять же, да. Подметим, что Дум действительно качается и качается хорошо. У него топовый крипстат, при этом еще и мы здесь не учитываем платили фарм с давалом, который, скорее всего, конечно, был использован. Точнее, в качестве его использовал. Да, там ТК с вами дорабатывает все еще. Девять динаев уже сделал на линии. Много, да. Стоит просто, то есть он не парится по поводу чего-то леса, там еще, там чего-то. Просто стоит, дужит именно линию. Но не Лину. Лину начали. Слушай, интересный, да, вариант, что именно медалька появляется. То есть не Терминатор быстрый. Тайтхантера проблемы. Борекс живет. Ну, непривычно так видеть, да, что Тайтхантер много умирает. Но опять же, тут надо просто смысл, что пятерка. Что, типа, нормально? Опять же, то есть свой шестой он возьмет. Когда-то. Забавно, что вот есть, допустим, тяжелые GT, у которых Магнус, все позиции, персонаж, да, вот герои такие. А есть команда Лжи, у которых Тайтхантер все позиции. Вот буквально на пятерку, на мид поставили. Ну, Тайтхантер много у кого везде ходят. Вот есть такая команда, Нави, например, они сейчас здесь не участвуют. Но вот у них, допустим, генерал. Вот смайл. О, прошу прощения, да. Соло, да, вот так вот. Это еще и под катармон. Неприятно. Не справляются уже с нижней линией. Опять, да, вот мы возвращаемся к этому вопросу, что лейнинг у команды Лжи вот именно по начальным сопротивлениям и фрагам как-то не получается. Не знаю, почему так. Особенно с этого коллектива они готовы своими героями жертвовать на старте. Так давай, почему про Нави? Так вот, что типа у Нави? Там, например, есть генерал, который тоже Тайтхантером в мид ходил. С Лордаром в мид ходил. То есть вопросом, хочешь ли ты просто это делать именно вообще командно? Игроков-то хватает. Так, у нас хаста, у нас шестой левел ДК, нападение на лину. Бонник здесь. Чё, они в три героя, конечно, напали здесь. Дидин, разворот, там попадает в ДК. Тренд приходит, защищает. ИМК рядышком. А там хаста, хаста. Тобсон идет до конца. Мансит, мансит, Диди. Нормально уворачивается. Лагуна плей, Тобсон, Тобсон. Дычки сделать не может, залетает. Ботл-страйк. Но там все еще работает хейст. И там третья пассивка, да, и поэтому ему норм. Но такое, конечно. Хотел струбить. То, что Бонник просто сюда приехал, я думаю, вот это не очень хорошо. У него в Соболке не было сбить телепорт с этой ситуацией. Немножко, да, пошли двигаться по линиям. Интересная была атака в центр, но не уменьшалась успехом. А тут XS. А у него много XP было на этой линии. Он на седьмая минута, шестой уровень. Говорит привет на Тейл. И в третий раз он попробует отдыхать. То есть не стой, не получайся в шестой ревел. Уничтожено. Уничтожено. XS будет супер богат. У него уже 3600. Это топ-1 Дедворс сейчас на карте. И при этом он наметил покойку себе еще и Мидаса. Да, и стандартно приходит к нему какой-то герой. И он не может у этого дума ничего еще спиритвить. И тот персонаж. Это вот к вопросу о том, что у тебя был Last Week, но там были воинские спирит какие-нибудь. То есть активные персонажи, которые вот так же с Линной что-то постояли бы, но потом ты можешь прийти и убить. А тут ты ведь смотришь и не понимаешь, а как именно убить. Касаксы можно перед себя станом. Цепляет, успевает перед Телекинезисом. Диди, еще одно убит. 5-1, друзья, астан. И тут Топсон подставляет. А Топсонов, между прочим, Курьера убили с Сапагом. А сделать никто иной, как товарищ Боракс со спины. И поэтому Топсон сейчас без нормального мувспида. И он боится, потому что под дышку могут залезть. Сейчас пачка крипов пушится XS и Бораксом. Еще и по трентам герои, то есть вообще не парятся. Нет, конечно, думал. Вот это, наверное, то, что останавливает сейчас Астара, типа Тавр. Но вообще ситуация интересная. ДК медовый. Первый выход под формы сделал вниз. Пришел, ничего не запушил, естественно. И просто качается. В это... Хочешь спросить, где Клинкс тогда? Клинкс скачается в лесу. Клинкс. У него там стаки. Вообще эти стаки бы тоже команде Астар как-то захватить. Ну хотя бы вижен поставить, да? Может прийти Клинкса разочек прогнать, какие-то стаки своровать. Потому что вроде как пространство у Астара сейчас побольше. То есть они могут все что угодно делать. У них развязаны руки у большинства персонажей. И Лину уже там с центра может подходить. И вот Боракс, например, тоже прыгает. Да-да, они идут. Примерно понимаешь, там что-то может быть. Аккуратно Боракс, конечно. Накокольными путями. Видит стаки, все, видит Сумаил. Ну от пятого левела Сумаил. Да вот рано, рано в лес он ушел. Да очень рано. Ему тяжело. Опа, скинули. Здорово. Так кто поможет? Руга кейт. Боракс, раз, старт. Два удар, байп полк. Три удар. Боракс, четвертый ненакидат. Четвертый дал, палку дал. Все смог. И потерется. Ой, 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 ребят. Ой, OG. OG. Кабаны, кабаны, контроль, Сеп. Боже, Сеп, ты спас. Как это было сейчас опасно? Это было просто бы жесть. Если бы он сейчас ворвался на стаки, перетянул бы герой и сделал бы в соло фраг. В фраг, сюда. Ну это как вопрос о четверке МК, да? То есть очень неприятный герой. Они всех, кстати, 0. OG тут полным составом. Free farm mid, free farm низ. Астар там стоят и качаются. А здесь пытаются продавить мане, но мане оттягивается. Ну хотя бы вышку на топе спушить OG надо. Ну там тренд будет стоять. Это тоже не очень просто сделать. Под трендом, под ДК. Это можно попробовать сделать. Но будут размены, да? Как минимум, Диди в центр с вышкой хочет справиться. Но тыл не помешает. Снизу, конечно же, Дум будет пушить. Причем к нему один герой прилететь не может. Там уже есть ультимейт. Просто смотрю я на этого бойника. И знаешь, у меня такое подозрение есть? Какое? Что в предыдущие года OG привозили что-то свое всегда. То есть это вот так. Всего никто не брал. А Сеп прыгал. Этот Кэри Магнус. Вот у них квалы играли. Там Кэри Лишрак был. То есть каждый раз что-то новенькое. Кэри Висп, если вспомнишь. Ну это забыть. Да, вообще классика уже. А сейчас они приехали, вот они берут этого бойника. И выиграют LGD и давно уже играют. Все играют. Все играют. Уже понерфенный бойник. И ты никого ничем не удивляешь. Поэтому выясняется, что противник понимает, как ты будешь двигаться. Берет героев, чтобы доминировать на линиях. А может быть даже этим стандартным распыком играет просто лучше? Может быть. Может быть. Ведь это неспроста, что LG проигрывает Лени. Неспроста. Это говорит о том, что где-то в связках, в комбинациях двух игроков на линиях, просто связки лучше построены. Понимание силы героев может быть даже лучше. Так сложно говорить про команду LGD, что они в чем-то там разбираются чуть хуже. Но такое может быть, когда ты играешь с китайскими грандами, которые оттачивают этих героев просто большинство матчей. И играют ведь чаще, чем лучше. Ты сыграл по два раза на каждого героя, но они за это время сыгрались 100 на одном. И вот ты дай там одном, ты даешь им потом сыграть в матче против тебя. И все твои вот эти гибкие персонажи, в большом количестве освоенные, не помогают ничего против сигнатурочек. Я все еще верю в то, что LGD есть какие-то стратегии в закромах. Просто момент не настал, когда нужно это вытаскивать. Еще рано. Потому что и так на стандартах выехать в группе с верхней сетки это нормально. Не показывая ничего. Перед 9 плывов там можно показывать. Но если критическая ситуация наступит уже в групповой стадии, возможно что-то поедет. Я уверен, что-то они готовили. Иначе быть не может. Это же LGD. Но пока, друзья, пуш идет от LGD в центре. Пытаются вышку разменять. Тренд встречает, конечно, Лимик Армор. Глиф использован тоже. Ну, катапульки скинули. А кто продолжит? Идти страшно. Там куча героев. XS идет вперед. Палка залетела. Будет ли Doom? Есть реверс защитный. Но Апсон уйдет ли? XS пожалел, по-моему, да? Да. Он поднимал руки и решил, что не будет. И правильно сделал. Потому что реверс все отошли. И так получается реверс на арене МК, вместо того, чтобы отдать реверс на арене МК и Doom. Который тоже бы не был реализован. Есть правду. При этом они спасают вышку. Это очень важно. На топе, конечно, вышку спасли. Да, да, да. И сейчас Тренд ее захилит еще. И начнется вот эта вот новая история с тем, что нам надо двигаться по карте, но мы не можем двигаться по карте, потому что здесь стоят вышки. 7000 нетворства показывает нам Doom. Сложные линии, XS. Но там, конечно, все получилось. Но Тейла трижды убить. Там невероятно много экспы. Столько фарма. Такой старт получает Doom. В таком старте, думаю, могут только мечтать. И тут забегло, кстати, манев ввести в DD. Драгонслейв. Оп, телекинезис. Патрор. Загулял. Тут уже вроде бы вдвоем нападали, да? Оказывается, что ты один. У DD бывает такое. В прошлой карте на шторме он гибал сейчас тоже. Тобсон возвращается с DD без формы, но очень-очень легко запущен. Использует сканирование. Кстати, вот команда поможет, возможно. Пока. Приходит Нотейл. Но справиться, справиться должны. Очень тавер был. Отыгрывается фраг плюс вышка. Долго стоял, да, но справился. Фраг плюс вышка по экономике полный камбэк. Смотри, на Сумаила. Doom не успевает. У него есть центряк, но он чуть ниже. А пока B, да? XS сделает, но сразу после Мидаса. Но его будет вообще тяжело взять, потому что, опять же, таргетного урона пока нет. У бойника первый слот — это Мэйлэшторм Макурон, который в БКБ работает не то чтобы хорошо. Я как против Вайда. Собираешь БКБшку, там в райдропчике что-нибудь. Он вроде как бы тебя бьет, а ты вроде как бы не так сильно страдаешь, как мог бы. Круто сейчас OG захватили территорию. Обратите внимание на Vision, который расставились ребята из Европы, да? То есть они поставили на треугольник. Вот там наверху в большом лесу тоже вард есть. Много вот агрессии, много давления. И приходится Астер вот стягивать сюда там трех-четырех героев, чтобы прогнать оппонента. OG здорово все сделали. У них прям хороший момент. Хорошие вторые действия. При этом Сумаюл дает спейс. Он камбэкает. 6 топ после такой линии, да? Он уже обгоняет тени. Причем достаточно прилично обгоняет. Астер пока в затишке. Астер давненько не использовали дум от XXS. Да, но они проиграли 2000 вот на почти голом фарме. То есть у них было 3000 перевеса. Зашли, не особо что-то там воевали, отдали лину и вот снизу. Чуть здесь, чуть там, у тебя уже 1000 перевеса. Нет, на топе все-таки там кликс. Просветили. Палка, стан лины, лагуна Блейд, арена. Два телепорта. Реведж защитный сразу использует. Зимка сбрасывают. Самая лучшая разворачивается и просто побеждают. Да, и случайно опять же хайпово, потому что у тебя пятерка Тайтхантер. Его реведж не так жалко. Слушай, он эти реведжи использует очень эффективно. И самое главное, что он вообще не стесняется. То есть вижу малейшую возможность что-то сделать. Да, Сеп, ну... Контроль. Бывает, бывает. Не до того. У них очень важная сейчас задача по макро. Гертана забирают. Переализовали, сделали убийство, спасли бойник. Забрали Айгис. Но Тейл дал первый реведж, спасая Драгонайта и спас. И второй реведж дал, спасая Клинкса. И при этом забирают Рошана. Реально спас. Эффективный Тайтхантер. Он на линии плохо отстоял. Дальше по игре трекутся здорово. Да, да, и опять же, поскольку у тебя пятерка с этим реведжем, то у тебя есть другая тройка, которая тоже из китобилки. И поэтому у тебя не является основополагающим каким-то заклинанием этот реведж, который нельзя подрать. Как от Энигма. Если я отдам Блэк Холл, 3 минуты, противник пойдет, нас снесет, там, Рошан дает, еще что-нибудь. Я не могу его нажать, и мы либо убиваем минус 5, либо я его не жму. Здесь вы вообще не парите. У него еще миллион обилок у каждого героя. Ну, не будет реведжем, ну и ладно. Он пятерочка. Прикольно, прикольно. Прикольно, да. Идея работает. Очень много получили денег от Джейса сейчас. Смотрите, поэкотворцы, все реабилитировались. Они, конечно, пока еще не перегоняют, но у них, как бы, дум с Мидасом в противниках. И, как бы, вот, не отставать сильно от такого парня, да? То есть, как алхимик такой минорный. И ты выигрыш, тебе всего тысячу. Ну, там, две-две-две-две... Тысяча девятьсот, они сейчас там. 1999-2000 выигрывают. Ну, вот и смог атака от Астер. Побежали, но Тейл на передовой. Диди здесь. Топсон прыгает первым через блинк. Ворох останавливает контр-инициирование дальнейшим. Диди страдает. Лаконно Блейтон нужно первым перебить Топсона. Топсон бьет Диди. Диди лоу хп пытается отступить. Нет, догоняют, убивают под замедлением. А ДК лишается лишь только одного Айегиса. И форма, что не очень хорошо, наверное, для него. Но по факту, да, ты додрался. Почти сбили МК, кстати. Блин, это очень непростая игра для МК. Он уже дважды падал. Я думаю, пойдет еще не раз. И молодец Топсон, он среагировал. Он увидел, развеял эту смок-атаку. Сразу прыгнул, контр-инициировал. И поэтому получилось хорошо разменяться. Топсон, наверное, ставит. По ковер-гроу. Арестованы. Айсексес пытается подойти. Праймал-рор остановить Топсона, спасти. Топсону вторую жизнь у него уже. А Айегиса нет. И он умрет, если его смогут. Добить-таки. Ну, правда, добить чем? Айсексес ущеряется. Сейчас, 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 сейчас. Беревич. Топсон, Брэдсфайр на развороте. Дебафает соперника. Бондл-страйк все-таки. И добивает. Айсексес сжигает просто. Тут еще в ответ пытается Манет и Нотейла забрать. Не получится сделать. Сам Айсексес может пострадать под БКП. Кабана что-нибудь. Он гребкий, он толст. У него большой нетфоррс. Погибает Манки Кинг, но выживает Айсексес. И вот вторая часть драки уже 1-2 плюсом для команды Астар. Кстати, Ману, еще может драка не запончилась? Может, я хочу, потому что подвижно находится. Сейчас выходит два санта. А что мы остались здесь? Два героя. Что мы здесь остались? Не прочитали. Думали, что противник и дошел. Тини Лино. Это нюкеры. У них кулдауны минимальные просто. Как вот сегодня LGD в первой карте не понимали примерных таймингов Сикры, да? То есть, что они просто идут, просто нападают. Жесть происходит, друзья. Просто невероятно. Какие-то очень, очень, очень забавные у нас старты сегодняшние на всех трансляциях по матчам. Увертус про там тоже большие проблемы. Там 17, по-моему, тысяча перевеса, нет? По голде. По фрагам там просто жесть. Против Т1, друзья, где поиграну первые. Ты говоришь, как будто Иван-то очень плохие ребята и проблемы у Лины. И съедает ее. Тут важно понимать, что вот в этом моменте, где первый среагировал Тобсон, ворвался и так далее, почти во всем этом замесе и в последующих разменах не участвовал бойник. Он пострелял, ушел, пофармил. Сейчас вернулся, дострелял и по итогу является тем персонажем, который просто зарабатывал деньги. А им очень важно иметь сильного бойника в этой игре. Потому что мы понимаем, потом он будет вот этот вот бойник, 4К ХП, который больно стреляет. Кидашнего Дума, ему вообще плевать. У него стоят два парня слева-справа с шарда. Возможно, армия впереди. Так, Тобсон опять. Манэ выходит. Дум! Поставили. Рэвэдж нужно что дать. Рэвэдж хороший. По четверым фактически. Ну а дальше-то что, урона нет? Нет бойника. А он бежит, он бежит, но уже поздно может быть. Но Тейл ведь не отпустится с конца под БКБ. Развернется Сумаил, попробует пострелять. Попорок Сумборка сучит арену, уже сразу погибает. Очень много урона от Сумаила. Очень много. Это важный момент, что у них без сборника не то, чтобы ДП стереть, ребята. То есть даже тот же ДК, вот ты его кидаешь. Еще используешь его. Там нельзя траться ЛГ. Там дабл дэмэдж Лина взяла. И она заходит со спины сейчас. Заманивает на себя Астар. Они идут, идут. И Лина может выйти. Лина будет перехватывать. Расканировали, но уже поздно. Уже поздно подставляет Сумаил и угибает. Это дабл дэмэдж. И Лина. И Саксон. Вот затяживают СУЖ, да? Вроде неплохо развернулись. Убили Бородца, можно было уйти. А так они не теряют герой. Дала себе эта вышка. Вот они ее побили, она уже фулл куповая. Они вернулись, побили. Опять файт, опять непонятный размен. Проюс обилок. А вышка все еще фулл куповая, потому что тренд просто одной клавишей делает ее фулл им. И что команды, которые вчера выигрывали матчи и возглавляли групповую стадию, отмечали очень много своей победы. А сегодня прям вообще не собрались, потому что LGD что-то там проиграли карту. Буквально одну игру. Virtus.pro, команда LG. Они все проигрывают карты. Как же усложняется ситуация у нас в группе A. Забавно, друзья, забавно. Здесь понятно, LG пока не проиграли карту по номеру 2, но они проигрывают уже файт второй, третий подряд. Вот даже не полномасштабный файт 5 на 5, скорее вот выиграли момент, развернулись, отдалить. Выиграли момент, развернулись, отдалить. И вот уже суммарно Астров идут 5000. Это хорошее преимущество. Поднялись по надворцу и Тинни, да, и Лина там тоже хорошо себя чувствует. Но самое главное, Дум, он мало того, что он лидировал, он теперь оторвался. Он сильнее лидирует, да. То есть я, опять же, понимаю, что Дум сейчас купит себе какие-то там кирасы, шивы, что-нибудь. Там рефреш, если очень захочет. И ситуация, где тебе не очень приятно, когда вот эта машина в БКБ на тебя бежит. Будет ситуация, где эта машина будет долго бежать в БКБ, и у тебя два героя от него бежать вместо одного. Потому что, опять же, ДК мы видим его сборку. Это Даггер, это Сынжа. То есть он не ДПСер. Он сейчас ничего не делает. У него нет боевых обилок с нюками, которые дают урон. Кроме Брессфайера, да. То есть он такой геройный контроль. И нет урона с руки в вещах. Он не может представлять опасности большой. С другой стороны, это же типичный геймплей Топсона, да. Ты никогда не играешь в жесткого хардкере. Редко, давай так, никогда не это плохое слово. Редко, когда он играет в жесткого хардкере, которому дают спейс, и он там фармит и пытается решить лейте. Он вот как раз взял себе персонажа с блинком, прыгнуть, инициировать, потанчить. Где ты должен всех убить, Сумаил? Войд, Спирит. Бангольер. Альтернатива, альтернатива. Сильно лучший альтернатив, потому что им не нужны вещи. Рикки Мару. Фирменный Атлопс. Мистер Хаммер Шарт. Он по-всякому играл. Он с дефьюзами играл, он играл через Шарта. Шарт Эмба. Так, ну что, снова в том же месте. Место встречи изменить нельзя, по ходу дела. Птица висит, Вижен есть, они примерно понимают. Слушай, а по имени чего? Просто реведж реализоваться? По фану. Ну, ты дерешься. Противник ставит, отвечает на файт, и... Ты понимаешь, где он отратит, обилки, ты тратишь обилки, то есть... Что-то типа того. Я почему вот так вот с недоверием, да, потому что у команды Астарт в принципе все есть, они сами готовы подраться. А, они нападают? А, они Сумаила нашли. Это интересно, просветка есть. Дум. Остановит овергром, конечно же. Телепорты... Точновато. Не спасут. Хватает демиджа, спокойно ворует Рубик, что-то. Но это не Дум, это самое важное. Причем, опять же, получается, вся команда шла, пока Сумаил оставался здесь и фармил. То есть, даже если бы файт был, и Астри его принимали, там бы снова не было бойника, который попадает на из Эбла и должен давать урон. Да, Кастер сыграли даже лучше, они не принимали... Да, они просто нашли кейры, которые против лазили. Опа, Рубик. Стат получил. За ним спрыгивает Мангки Кинг и отпрыгивает Рубик. Забавный. Прыгуны у нас тут наметились под тир-2. Есть телепортер, будет драка, клинцели 20 секунд. Что-то диппинс такой от Тейла. Слушай, падение пошло. Трэн стоит, тут много героев, но Тейл форстаф. Форстаф уже не дав, форстаф, Робовка Рожа такой-то не убил на пятерке. Ставится Вард, подтягивается Тобсон. Здесь, да, респаунивается Клинкс уже. Как-то выгоняют оттуда Астра, не отдают серебовышку, наверное, правильно. Тем временем преимущество начинает... Продолжает, точнее, увеличивать. Было 7 даже, сейчас пока 6 временно. У Астана все хорошо, все под контролем, самое главное. Все качаются, все замечательно. Саппорт несколько просели, но если мы посмотрим разницу по надфорсам между саппортами одной и другой команды, там будут какие-то неловкие 500 голды, которые мало на что влияют. Поэтому можно сказать, что по саппортам равен. Подкор героем преимущество действительно в Астана, короче. С этим спорить уже очень сложно. Когда у вас 15 тысяч дум с оффлейна, а другой оффлейнер там, допустим, 10 тысяч. Ну да, это очень серьезная разница. И непонятно, что делать с бестмастером по слотам. Мане пошел, сразу заунициировал, раскаст, моментально можно выкачать героя. Тобсон страдает и его форстафу, и то пока жив. Малка залетает, шаман Гефинга, лина ПКП, все-таки допили, допили Тобсона. И дальше Сева пробьют. Ужасный позиционка от ЛГ, надо отступать. Уйдут не все, видимо. Ну, как минимум, у героев похоронили. Надо в БАДЛЮ посмотреть. Мне кажется, там по урону какой-нибудь бойник 0 выстрелов сделал и так далее. Даже Завиза не уходит. Какая-нибудь балка долетела. Что-то долетело, да. Да, да, что-нибудь. Балка от ТМК, у них много деревьев. Классно, конечно. Мане просто зашел, дал прокаст, выключил этого. Касалось бы неубиваемого героя Dragon Knight, но он легко справился. Прикинув с пыл-офф, там команда помогла. Загса, телепорт, избивает Бондалл, страйк от Мороксан. Четыре минуса без ответа, без драйки фактически даже. Если честно, мне кажется, что там вообще никто особо не ДПСил, ничего не делал. То есть реведж не был использован. Они просто умерли в одно мгновение. И повезло, на самом деле, то, что Рошан не отреспамнился прямо сейчас. Повезло команде OG, они хотя бы имеют теоретическую возможность этого Рошана подраться. Слушай, ну если только послушать, им постоянно везет, но что-то они проигрывают. Ну что-то да, как-то. Везения одного маловато, надо еще и самим туда. Надо выигрывать. Надо выигрывать. Вот сейчас, быть может, нападение какое-то организовать. Рубитсор отреспамить, Моланео прыгает просто. Привет, Сумаил. Как стреляешь там? Но проложить было, кстати, нечем. Думает, Монео, пошел до Тейла. Ой, да ладно, сбивает Кракеншелл, удары просто убили. У него есть Сильвередж, это очень мощно. Тобсон страдает, Тобсон в ВКБ нет. Тобсон, драться или отступать, вот в чем вопрос. Драться уже не хочется, у вас нет Тейтхантера с Реведжем. Это минус пятый подряд за последних две минуты. Тинни Кири просто выключает Тейтхантера. Он идет с прокаста и все, минус ничего не черт. У него мог быть госскипетер условный. Он бы не получал урон от Тейтхантера, у него мог быть условно Айон, то есть и так далее. Вопрос именно в том, в какие тайминги ты что получаешь, то есть чем хорош Свен. Что-то он пришел, пять минут поставил линию, ушел по формирую лес. У тебя ты выходят, 20 тысяч голды, и ты ничего с ним сделать не можешь. Он просто убивает тебя с удара. Так как ты здесь, та же самая ситуация. То есть у тебя герой с крутым, встроенным сплэшом, с крутым встроенным уроном. Идет и просто убивает тебя, потому что у тебя нет денег. А у тебя нет денег, потому что ты где-то наошибался. И Тинни наказывает за ошибки. Просто сильнее, чем другие герои. Сильнее, чем Вивера Кири, сильнее, чем Дровка Кири и так далее. Просто потому что у него, помимо гигантского Кири потенциала убийства с руки, есть еще и заклинание. Я бы сказал, что это лучший герой против Тейтхантера. Я поэтому понимаю, почему у Джини стали оффлейнером, сделал Тейтхантер или Миддером. Потому что и Лина, и Тинни с быстрыми Сильвереджами, которые сейчас в медь, которые покупают именно эти персонажи, они моментально выключают. Тогда, если ты знаешь, что противник будет забирать Тинни, если ты его не банишь, зачем берешь Тейтхантера? У нас уже Байнгеймс пошли, да, но если с такой логики исходить, то Тейтхантера бать вообще не стоит. Просто противники взяли АМК, возьмите Тинни. Можно. Резонно вполне. Давай смотреть. Второй Рошан. 12-13 даже, да, преимущество в тысячах, конечно, команды Астер. Да, уже очень много. Забегает, сбегает OG, но Тейл надо дать, в конце концов, реведж. Без него вообще никак. Смог ответный от команды Астер. Забегает с спины Се, прыгает, видит его Мане, но не инициирует. Как видишь, весь противник стоит. Да, здесь вообще у OG информации нет, но они просто уничтожены. А, вот XS прыгнул. Правда, Райбл Рор. Балка на развороте. Стреляет издалека, сурнел с большей огромнейшей дистанции. Есть реведж. Тейт может погибнуть Дум, но погибает в ответ на Рубика. Рубик у нас делал байбэк. Тайда убили в ответ. Дум пока не выкупается. Прыгнулся, инициировал неплохо XS, но готовы были к этому прыжку. И хорошую позицию смотрел. Ты видишь, какую дистанцию он расстрелял? Максимально далеко был. Что, Рошана прыгает на тени сперва? Байбэк и Цитун. Под кастами находится ДК. Мане разворачивается. Пара ударов. Вольно овергроу дальше. Спрыгивают, и никто не помогает. Никто не помогает. Нечем помочь. Байбэк и нет. И прыгают за Сепом дальше. Опять XS после байбэка. Телекинезис нажимает БКП, Сеплоу ХП, Сеппогибает. Нет больше ресурсов. Нет героев команды OG, чтобы драться на этом Рошане. Астар этот Аегис будут забирать себе. Преимущество увеличится. Очень тяжело. Непонятно, как выигрывать. Вообще непонятно. Что получилось в этой карте OG? Но в какой-то момент времени, когда перестали Астар атаковать, фармили БКБшки, OG поубивали несколько раз. Ну что, что-то пару раз, но потом они остались в этом топе, где они не могли забрать вышку. Они как будто просто не знали, что им делать. Бойник ушел фармить, и команда такая. У нас что-то четыре героя, которые фармить не могут. И не хотят. И вроде вышку надо ломать. И в итоге стоит тренд захиливает. Драки принимаются. Вижен стоит. Ты его не раздевардил. Раз драка, два драка, три драка. 16 тысяч перевеса. Здорово, Аегис. Привет. Ну вообще, пока выглядит очень несложно. Давайте будем откровенны. Тут не то, чтобы равная борьба. Нет, тут у Астар был план, и они по этому плану четко идут. И у них все хорошо получается. Проблем никаких вообще не испытывает. Ну вот да, Порекс хорошо палкой двух героев. Остановил ДК отрезан от своей команды. Ну просто нечем сейвить. Нет защиты. Добсон сам в итоге недофарменный. Посмотрите на него. Это алебарда, блинг и недособранная БКБ. В ситуации, где он там. Во факт, туда инициатор там. То есть он должен впитать на что-то развести. Я тебе уверяю сейчас, вот ты идешь домой, ну как, в номер в отеле, откроешь ДТ-бав какой-нибудь, да, ну то что угодно, посмотришь, каких героев чаще всего берут свиты, найдешь там всех персонажей, у которых есть урод с заклинаний, чтобы они могли работать без вещей. И ДК к ним явно не относятся. Как будто бы ДК немножко выпал, да, из вот ротации популярных персонажей в центр. То есть у нас самый популярный, это как раз таки Войт Спирит, это Лин, это Битрайдер. Шторм Спирит. Шторм Спирит, Тинкер сколько-то, я думаю, сейчас будет появляться. То есть такие персонажи. Опа, заинициировали опять. Хотели сцепить Сумаил, конечно, но пока попутно убьют Нутейла, а Сумаил постарается уйти. Далеко ли уйдет? Телепорт нажимается. Став! Не успевают долить. Все, нажали, все попали, но все залетело уже в пустоту. Я думаю, что даже Братрум, он работает без вещей, у него реально там контроль БКБ, что угодно. То есть можно представить, для чего это все здесь. ДК. Я виню его в этом поражении, которое еще не случилось, но крайне близко. Несвойственно немножко, мне кажется, и Топсона у героя. Хочется увидеть немножко на других персонажах. Так, посмотри на его инвокеры, да? Какие вещи на нем творит. Да, ему тимбер какого-то в конце концов. Он даже на нем постоит, просто без вещей залетит. Тут, там, что-то нападет, заинициирует. Сделает. На Тиннике, да, вот он сегодня играл. Все четненько. Я думаю, что немножко даже ошарашены OG тем, что представляет сегодня из себя команда Астер. Уверен, что проводилась какая-то работа вечером. Из разряда просматривали соперники, что там делали Астер. Они посмотрели, такие, так, ну, ничего не делали. Там, ну, Астер реально вчера играли. Очень унылый, и там не было шанса даже где-то цепляться. Там просто был проигрыш уже в мидгейме. И они такие, ну ладно, мы там что-то наберем, и мы победим. А тут сегодня Астер представляет из себя реально крутой боевой коллектив. Инициативный, хорошо пикающий и, главное, исполняющий. И отжисов вы столкнулись, и две карты просто растеряются. Им уже ломают сейчас Тир-3. Да, они сломали Т1. Последний внешний Т1 тавер противника. В это время. Большие проблемы, как раз таки, с их базой. Они пытаются драться, но лотос арбы, подхилы и так далее, там подобное, и в общем время. Знаешь, для многих сюрпризом стало сегодня возвращение Диди. Я думаю, для OG самый неприятный сюрприз. Они тоже готовились по 76-ому. Они узнали про это первыми. В лобби, да? Да. А, нет, информация раньше появилась в соцсети Астер, если я не ошибаюсь. Ну, в любом случае, если они это узнали, у них было время, что-то придумать, но они не придумали. Ну, и Диди отрабатывает. Первая карта Штармспирит, вторая карта Лина. Были за голы, мы это отмечали, но в целом игра очень хорошая, надежная. В команде слона помогает XS, находится Майла. Прямо сейчас Дум! Не Думая Дум. Это правильно. И бежит, бежит, просто бежит за ним. До конца, не отпускать. И команда протянулась, это хороший, это нужный фрак. Единственное, более-менее фармящий герой, да, у команды Лина одежда, звездочка коллектива OG. Я даже не знаю, скорее, не столько просто про эту карту, сколько вообще про состояние OG, возможно, на этом турнире, да. Что на Супаила много опирается, Супаил фактически вытаскивал много раз команду на квалификациях к этому интернешнлу. И забирая вот этого важного игрока на фармящем герое, Астер могут делать все, что неудобно на карте. Потому что OG никуда не пойдет, ничего не будет. Они будут ждать. 50 секунд, они, конечно, подвигаются, у них... Рэвидж Тешт уже вторая сторона начинает, то есть тоненько подгорать. Мы видим снова Тельхандера, большие проблемы с лицом. Есть Шарф, есть Тинни, но у него Эггис. Ну, КБ. Его не очень хочется убивать. Попробую убить. Ну, пытаются, потому что он не очень хочет даже, то есть вкидывает в него все обилки, там тратит рэвидж, потому что он встанет. И уже справится без этого. Без трат и больших кулдаунов. Без Рора, который можно было отдать, без рэвиджа. И не торопится Астер, отходим. Логично, понятно, клинк скоро отреспаунится. Да и в целом сопротивление OG оказывают, да, Терри так просто не отдают. Надо уважать соперника. Очевидно, вчера смогли, но у них для этого были герои. Ты напишешь, что это OG29K вчера отыграли. У них были герои подходящие для этого здесь. Я... Я попросил 20. 29 тысяч отыграли OG против Virtus.pro. Вчера в первой карте. И выиграли. Вот это потому, что здесь всего 19, говорят, что пока не теряете надежду. Но мы понимаем о том, что тяжело играть, когда у тебя, грубо говоря, надо сделать картошку, а у тебя есть кубик Лего. Тяжело и пожарить достаточно хорошо, чтобы было вкусно. Хорошая аналогия. OG в первой карте пытались. Просто во второй карте, чтобы за что-то зацепиться, нам нужно, чтобы OG что-то показали. Вот мы поэтому и ждем OG. Ждем в Лёву. Да, да. Ну, слушай, даже Dota Plus еще говорит 81. Шансы есть. Играем. Причем, что интересно, вот он типа там аэгис, и шансы только растут после него. Видимо, намекают на то, что Клинкс все-таки качается. Как ни крути, герой может пострелять. Что там у Клинкса? У Клинкса молнии, кристалли с Dragon Land с Кадди. Да и Даус хотелось бы дофармить до файта. Следующий его Смайл пытается. Он сейчас боится, да? Потому что один раз его так поймали и убили. Особо тут не повыскакиваешь. Клипок не пофорсишь на крайних линиях. Ну да, еще я рекомендую ему перестать вкусить Думу, который дал Дум. А попробовать Лину убить. Ну то есть более мягких героев, которых ты быстро убиваешь на бойнике. Зачем бить... Ну и кого-то типа Трента, который отдал ультимейт. Кого-то типа Дума, который отдал Дум. Ну и так, типа того. А он интересный. Хотя бы сейчас? Нормально. Диня приходит. Правда, Котт инициирует. И защищает. ХХС по КП нажимает. Успевает дать станчик. Разменен уже бестмастер. Сумайлы тоже убьют. План был интересен. Тоу-Джи промокнулся ХХС первым крышком. Давайте убьем. Но неподалеку оказался манейный реакции. Ланэм был. Который успевает нажать свои кнопки. По итогу, да, фраг на Думе сделали. Но потеря у героев. Да, но идея в целом была неплохой. Вот на удивление неплохой. Потому что Сумайлы же и раскидал своих воинов из The Burning Legion. Там гем, кстати, по идее забрали. Только что в топе. Не знаю, это был гем из Дума или гем из кого-то еще. Нет, в МК он сейчас или в Тиннике в ком-то из них. Но они подобрали выпавший гем из Дума, наверное. Посмотри, вот в МК. Чих будет? Главное, мы сладим. Свои, свой гем вернули. Но Боднику от этого не очень, конечно, приятно, что гем остался у противника. Не очень приятно и бессмастер с его птицами. Так да, потому что где бы ни находился Сумайлы, Сус просто прыгает. Он очень быстрый, у него есть блин, он находится Сумайлы, кидают Дум и все, ты от него просто не оторвешься. Ну, что ты сделаешь? Телефор не нажать. Ну, не тот герой, да. Совсем не тот. А это все от чего, да? Как-то хочется вернуться немножко к началу этой игры. То есть как много Дума было отдано. Очень много. Этот Дум фрифармил, ему давали фраги, потом оставили в соло на линии. Просто качался, 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 качался. Потом в соло убил там. Они убили три раза Декхантер на линии, да? По-моему, Клинкс разочек убили. Настолько был клевый старт у эксцесса, что было бы странно, если бы он не тащил эту катку. И 21 тысяча Нетфорсов. Три топовых Нетфорсов вообще команда. Астровки не торопятся коллектив. Чувствуют себя максимально спокойно сейчас, максимально хорошо чувствуют, что контроль над картой за ними, контроль над ситуацией за ними. И эту же команду лучше должна предложить нам систему камбэка. План, по которому они смогут вернуться в эту игру. Так, ну план какой? Мы сейчас заливаем, а потом в плей-оффе делаем камбэчный и выигрываем. Чтобы обиднее было, да? Да. Против Астров. Просто 23 тысячи перевеса, 10-25 на такой минуте. И полная пассивность от ОГФ, в том плане, что непонятно чем выйти поиграть. И вот сейчас попытка, возможно, как раз таки ответить на этот вопрос. За болибойника с собой взять, но в 4-ом отправляются, играют за Себом. Ждут, ждут. Выходит над этот Топсон. И в Топсон найдет скидышка под контроль. Сейв от Рубика, рэбэдж отдают после этого. Рэбэдж лишний определенно был. Тоже на сейв тоже. Да, и пачку пофармили, хотя бы никто не умер. Я думаю, это лучше, чем предыдущие. Немного файтов, которые они показывали. Сейчас бежит Синик, его снова видят. Но в этот раз рэбэджи нет. И опять видят, он знает, как он проходит. Они все понимают. Да, да, да. Он врывается, он все равно врывается. Врывается в Нотейлов, Тайтхантера, Форстаф, Тосы. И вот залетает бревно прямо в спину, по затылку. И Тайтхантер падает. Больно. Все знал, все знал Нотейл. Все видел. А толку? Не спасло. Панет слишком силен. Нужен Боник. То есть у них это их мейн ДПС Иллер. И очевидно, что без него это файт принять не можешь. Он купил, он купил, он очень долго фармил. Но надо попробовать. Он аккуратно фармил, поэтому Тир 2 тоже забирать. Глиф нажали. Глиф нажали. Глиф нажали, как-то там не застреляют. Глиф с домином. Нет, забернулся на базу, кстати. Они думали, что на хайграунд будет подъем. Ну что, Рошана ждем. Ждем Рошана, друзья. Я уж думаю, что OG, если должны давать это файт, то, наверное, за Рошана все же. Да, за Егис. Чтобы была какая-то цель, был объект. В узком проходе. Я не уверен, что для них это будет лучшая идея. В арене МК там заходить и так далее. Ну, с другой стороны, и Реведжи пострелять. Я просто подсетапить смоки, зайти со спины. Найти Лину, найти МК. До Рошана, да. Да, где-то там. То есть и потом уже вот... Если не заходить, когда все противники скучкованы в одном месте, и у вас все, что туда есть, дать это Реведж. Так-то у них вообще не очень хорошо все с ауешным уроном, то есть только таргетный. У противника в одном плане есть и контроль в виде тронта. Ты не хочешь под него подставляться. У них есть контроль в виде МК. Вот ты не хочешь под него подставляться. У тебя Лина может раздпсить там все и вся. Че потерял? Нече. Потерял команду ОЛЖ на этой карте. Немножечко потерял. Надо найти. Сейчас будут искать Астер. Они нам помогут. Астер, давайте найдем команду ОЛЖ. Под смоками. Вот же там как раз распушили. Распушили вышку, да. Сейчас успеют ли уйти? Нет, вижу. А, успел Мане перехватить одного героя. Это Рубик. Ну, телепорт был куда-то, видимо, куда еще тиммейты ехали. Он долго улетал. Долго улетал, да, долго улетал. Надо возвращаться в сторону Рошана, потому что неплохо по макро сыграли ОЛЖ. Если бы герой не потеряли, было вообще идеально, да? Они перетянули всех вниз. Байбэк есть, типа, 70 секунд. Опять же, есть понимаешь, что Рошан стал, потому что висит птица. То есть ты все это прекрасно понимаешь и видишь, и знаешь. Дидид один был, кстати, очень опасно. Показывается, Мэл кликает. Мэл кликает, Дидидид один. Но команду уже подтягивается. Там Абанпвост рядом. Там есть возможность репортироваться, оказаться рядышком. Нападать на Лину здесь было тяжело. Ну и что? Заход Рошан на Комодастов. Прямо сейчас. И нет сопротивления от ОЛЖ. Не хочет обогаться Рубик. Ну что, против Аэгиста, да, воюем на своем хайграунде. Да, будем защищаться. Какой еще план, может быть? Непонятно. Не, ну попробуется как-то, то есть в какой-нибудь времени типа формануете условно еще рапиры на бойнике и просто попробовать всех убить. Ну да, 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 вот. То есть ультимативно, да? Если уже не можем выиграть файты вот где-то в чистом поле, давай поиграем от базы. За бэкдори трон пойти. То есть что-то такое. Посмотрим, что там планируется, Мэл. Ну это ликен сфера. Это то более надежное. Хотя такие времена требуют, конечно, отчаянных решений. Да, там у противника Refresh. МК пока отдали. Там у противника Сыра, противника Аэгис. У Думы свой Refresh. На секундочку. Как тяжко будет. Два Думы. Там блинки уже все играет. Бестмастер что-то вроде там планирует. Бестмастер синий купил себе. Ловкостной ДК взял силовой. Интересно, да? А, вот он Ривер купил, как раз таки, да, и закрытил себе Блинк. Третий Штублэй, третий инвиз. А Сильвер Улин и Сильвер Улин. Синий Штублэйт у Думы. Думаешь, что Дублэйда нет. Он купил его. Да. Но не принес. Интересный выбор, да, на такой. У него Диккен Сфера стоит в быстром закупе. Он хочет опять-таки найти соперника. Ну вот уже они же ускользают. Они же вот с одной стороны на другую. Просто перепрыгивают. Вардов установлены, уничтожены. 53. Лон-М потенит. Лон-М. А, Телекинез Рубика, да, хороший сейв. Мы забываем про него. Рубик погибает. Мисс Мастер тоже. Минус 3 делает Астер. Нашли, наконец, на палец. Да, вы выбили еще один гем уже, который был ОГшный. Ну трудно. Как же трудно команде Лжан. Они реально мучаются. Сплотают в этой карте. Ну да, но они не выбили Оегис. Они не заставили Зюзет Сир. Они не потратили их противник. Точнее, не потратил рефрешинг. То есть все осталось. Прямая лобовая атака. А ты с ней вообще ничего не делал. Прям очень. У него, типа, свой проюз был. И еще один может переложить. Вот он. Вот он. Хайграунд. Заходит. Тобсон подставляется. Это он, конечно, интересно. Нырнул. Получил по спине. По хвосту. Прыгает дальше. Мане. Тосает одного вообще. За Нотейлом пошли. Нотейл. Страдай. Дум получил. Байбэк от мистмастера. Нотейла убили. Байбэк у него нет. Реведж он не даст в ближайшую минуту. А линия центральная уже была потеряна. Что в трон? Просто в трон. Сыр. Нажал кто-то. А Клинкс без байбэка еще. Ооо. 40 секунд его не будет, да. Женокупаясь. Сайтхантер. Но 4-5 будет драться. Нам придется. Деваться некуда. Праймл Рор полетел. Хватит ли силы. Есть реведж. Урона нет. Урона нет. Урона, к сожалению, не хватает. Урона в боннике. К сожалению, и бонника нет в этой игре. Тобсон снова. Стан обркроу. Матланема в прыжке. Все трое стоят. Их просто пробивает коллектив Астер. Выключая соперников полностью. Всем составом. ДК и Рубик, конечно, на байбэках. Но они в боем. И они выкупились. Они выкупились. И идут драться дальше. Это не поможет им, но они это делают. Голик, пора признать. Пора признать поражение. 2-0, друзья. Сенсационный результат после вчерашнего игрового дня. Астер обыгрывает OG. И Астер делает потихонечку первые шаги к камбэку. Групповой стадии в группе А. Вообще я допускаю, что ребята из Китая в пятером просто всеми командами весь год или даже два готовились к КГ. И сейчас просто каждый из них будет их шлепать. Интересная теория. Ну типа отомстить за предыдущие два года, когда они попортили статистику вот этих вот китайских лет. Благо, OG в команде есть не только китайские команды, на которых можно зарабатывать. Да, да, да. И пока все остальное у них получается. Но здесь конкретно у них вообще не задалось. 2-0 не в их пользу. Но и будет время, по идее, отдохнуть, подумать над всем, что сейчас случилось и попробовать отжать следующие два очка уже в свою копилку. Мы хотим сказать с возвращением. Диди, ты в форме, ты в порядке. Это самое главное. Это очень важная информация для из-за интернешн, для фанатов китайских, безусловно, которые будут очень сильно переживать и болеть дальше за Астер. У них впереди матч будет против Alliance тоже после перерыва. С такой игрой у них есть шансы Alliance победить. Вот мы говорили. И сейчас как раз-таки Сейтлод такой пригорюнился. И так плохо летим. Да, да, да. Тут еще и Астеры в полном комплекте начинают выступать. И да, да, у них может быть сегодня очень плохой вечер. Время у нас немножко попрощаться с группой A. Мы снова будем возвращаться в группу B. У нас там следующая серия матчей. Мы здесь с инмейтом свою работу на сегодня заканчиваем. Большое спасибо вам за внимание. Нас сменят коллеги. Мы им передадим эту эстафету. И ждайте следующих игр. Параллельно смотрите тоже. Доты будет еще сегодня очень много. Из-за International, друзья, посмотрите. Сейтлод Сейтлод Сейтлод